Девушки отдыхают 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 Гуляет человек. Ладно, знаешь, после тренировок такая уверенность появляется в себе. Я на работу прихожу, к кулеру подхожу, мужики разбегаются. Ого. Я, значит, к микроволновке, мужики мне, пожалуйста. Знаешь, знаешь, чувствуют силу. Коля, после тренировок в душ не ходит, сразу на работу. Там все жарахаются от него, кошмар вообще. О, еще штука там есть для девчонок. Называется, сейчас скажу, гимнастическая резинка. Да, короче, там упражнений 20 можно делать. Очень классная вещь. Держит до 100 килограмм. Бададыш, резинка в клочья, Галя на полу лежит. У пацанов там кубики такие, знаешь. Ага. Ну, я себе тоже, короче, сделал кубики. Смотри, вот. Ты же нарисовал фломастер. Так это ты видишь, а Галя ко мне и телочек-то не подпускает, они издалека смотрят. Мне когда сильно стыдно становится за Колю, я делаю вид, что ревную, что вообще в нашу сторону не смотрю. Вообще, Ваня, спорт это очень круто. Людей в зале очень уважают. Вот знаешь, там даже в пятно-зале даже тапочки бесплатные дают. Ты это, Танюш, тапочку-то подкладывай под чашечку. Надо тебе с собой? Нет, мне не надо, зачем? А как это? Ты что, а кашпо? Смотри, как классно. Или вот. Смотри. Гутюль. Вот это да. Да. Я тебе сложу с собой, очень круто. Ты как? Да. Я когда придумал, короче, эту штору из тапок, пришлось три раза в день ходить на тренировки. У меня, значит, тёща тапочками обеспечена до конца дней. Три тапочка у меня. Ой, Танюш, я так рада, что мы стали вместе с Колей ходить. У нас, знаешь, у нас взаимопонимание наладилось. Мы как-то вот вместе, всё вместе помогаем друг другу. Очень хорошо после занятий, знаешь. У меня есть реальная возможность полежать на диване. А что, не гоняют? Я как-то, знаешь, как спина болит. Ага. Слушай, ты так рассказываешь, интересно. Может, нам тоже это попробовать? Ну, так этот, пару лишних килограмм скинуть. Ну, и с Таней, считай, будет общее хобби. Общее хобби, общая мазь для суставов. Таня, слушай, может, мы тоже запишемся на фитнес? Давай, будем вместе с ребятами ходить. Да, конечно, вместе с Таней веселей. Ну, вообще классная идея. Давайте до завтра тогда. Ага, всё, до завтра. Все, увидимся. Тогда воду возьмите с собой, там кулер, по-моему, платный. Всё, хорошо. А? Ну, чё, Коля? Чё? У нас три человека осталось до бесплатных абонементов. Давай маму твою пригласим. Чё маму-то? Она весом-то за троих идёт. Чё ты, ну, сюда пошёл, полежу. Э, моя очередь. У меня спина болит. У меня ноги забили. Я не боюсь. Господи, нас посадят. Отправят в ссылку. В Сибирь. Аркадий, тебе нельзя в Сибирь. У тебя больные колени. Марина, никому нельзя в Сибирь. Сотрудник магазина, переклеивающий сроки годности на продуктах, не стареет. Аркадий, подожди. Пока мы не вышли из магазина, я хочу проверить чек. Фасоль. Здесь две банки. Багет. Уи. Сонга. Да, Мариночка. Все 184 грамма этого безрассудства в телеге. Аркадий, что за осуждение? Сегодня конец месяца, и мы можем побаловать себя. Так, Аркадий, подожди. А где сахар? Мы что, не взяли сахар? Нет, он вот здесь. А почему его нет в чеке? Марина, кажется, совершилась ужасная. По-моему, я забыл выложить его на ленту, и его не пробили. Аркадий, нужно немедленно вернуться на кассу и оплатить этот сахар. Мариночка, ну, нам уже не хватит средств. Как это? Сахар был в списке, там все было четко посчитано. Да, но в списке не было ликопластыря, который я взял. Зачем, Аркадий? У тебя что, травма? Нет, просто кассир так агрессивно предлагал товары по акции, что я схватил его на испуге. Что же делать? И что нам делать? Марина, пожалуйста, мне так страшно, говори по-русски. Радинное добро впрок не идет. Очень красиво, Марина. Но что нам делать? Нужно немедленно пойти на кассу и оплатить этот сахар. Марина, это же будет как явка с повинной. Можно же как-то это аккуратно сформулировать. Марина, как можно аккуратно сформулировать, что мы украли 5 килограмм сахара? Господи, нас посадят. Отправят в ссылку. В Сибирь. Аркадий, тебе нельзя в Сибирь. У тебя больные колени. Марина, никому нельзя в Сибирь. Я тебе скажу больше. Все, кто там живут, хотят оттуда вернуться. Аркадий, успокойся. Ты можешь не кричать про Сибирь на весь магазин? Да, ты права, Мариночка. Нужно как-то вести себя более непринужденно. Хорошо, я постараюсь. Да, да. О, мой дед, какая смешная история. Марина, ну не так же непринужденно. Аркадий, ты прав. Нужно скорее решать эту проблему. Да, да. Иначе на нервной почве я начну петь, а ты чесаться. Не дай. О, привет, соседы, Архимеды. Че такие напряженные, украли че-то? Эй, вы че, замерли, думаете, я вас не вижу, что ли? Мы не воры. Да успокойтесь, какие из вас воры вам в подъезде 100 рублей нашли, весь дом на уши поставили, пока до меня дошли. Ну, они же ваши. Ну, естественно. А красть надо легко и непринужденно. Опа. О, Господи, ну это же бессовестно. Безнравственно. Да перестаньте, никто же не заметил. Ну, не, ну если бы заметили, я бы сказал, что типа в телегу не влезла там, ну, на ленту забыл выложить и оплатил. Ну, типа не, ну, типа не специально, знаете, ну, это непреднамеренно. Вот, непреднамеренно. Какое емкое слово. Да, слушайте, магазин не обетнеет. Ну, тоже, они сами нас дурят, сколько раз. Катюхи в тот раз отбили какой-то левый лифчик. Ну, ладно, она им сразу на кассе доказала, что такие маленькие не носят. В интернете видео было, видели? Да, уж как у вас все складно. А вот скажите, пожалуйста, вот, если одни наши знакомые... Ну, как знакомые, скорее друзья. Да, да, скорее даже не друзья. Мы, вернее, мы их даже не знаем. Вообще, наши незнакомые и не друзья, вот эти люди недавно... А, вернее, давно. Да, давно, мы даже не помним, когда вот эти люди забыли выложить на ленту... Непреднамеренно. Абсолютно непреднамеренно забыли выложить на ленту пять килограмм сахара. Скорее соль. Да, даже скорее стирального порошка. Да. Вот как к этому относиться? Погодите, пять килограммов стирального порошка? Это где такой магазин невнимательный? Далеко, далеко. Там, в Марселе. Пенек, ты что пиво на ленту не выложил? Тихо, 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 ты что орешь? Что орать-то? Все знают уже. Стояла там на кассе, рулилась из-за твоего пива. Хорошо меня по лифчику помнят там. Да что ты, блин, сказала бы, что я на ленту забыл выложить? Да я так и сказала, просто стыдно, что что мы какие-то нищеброды. О, здорово. О, сахар. Это не преднамеренно. Подожди, мы сахар забыли купить. Что, опять в очереди стоять, что ли? Я не хотела бы. А вот возьмите наш, нам не надо. Аркар. Что, реально? Да, да. Катюха, что думаешь? Да что, давай. Просто как-то стремно в очереди тупить. Да едва скандала за неделю как-то. Ну что тут, пятьсот рублей нормально? А у нас нет сдачи десяти рублей. Это тебе за доставку. Ага. Поехали. Слушай, Катюха, а что мы в Марсель не ездим? На хрена? Ну, за порошком стиральна. Еще я за порошком во Францию не ездил, а твои. Аркадий, ты что, барыга? А, Марина, откуда в твоем лексиконе такие же организмы? У нас в лицее дети так трудовика называют, потому что он продает их табуретки. Ага. Ну, теперь понятно, почему у нас дома все табуретки разные. Аркадий, да при чем здесь табуретки? Мы теперь не просто воры, мы еще и торгуем краденым. Точно в Сибирь. О, господи, да как это все получается-то? Здравствуйте. Тих-тих-тих-тих-тих, гражданушка. Успокойтесь, это... Это... Что происходит-то? Я не понимаю. Ага. А тут такая ситуация. А одни наши знакомые, они забыли купить сахар. И они его купили у нас. А у вас там такая огромная очередь. А мы в свою очередь забыли купить сахар. Вернее, забыли... Господи, я так больше не могу. Это какой-то бесконечный стресс. Все, 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 успокойтесь. Да я понял все. Девушка, ну успокойтесь, девушка. Я понял, я понял все. Деньги давайте. Да, пожалуйста, извините. Извините. Не преднамеренно. Ну вот, Мариночка, видишь, все, все, все устроилось. Мы оплатили сахар. Поедем домой, побалуем себя с Семкой. У нас есть ликопластырь. Нет, Аркадий, это был какой-то кошмар. Я от испуга перепутала слова в Марсельезе. Господи, Марина, мы в продуктовом магазине, здесь никто не понял. Все было прекрасно. Не переживай. Вот ваш сахар. Берите, берите. А берите, что? Берите. Я просто своей картой оплатил, там 100 рублей получая скидка. Держите. Нет, не переживайте, за сахаром. Еще прям, за ней, бомж. Аркадий, это какой-то замкнутый круг. Знаешь что, Марина, я подумал. Поедем домой на такси. Хорошо, что ты зарабатываешь. Я могу себе позволить, да. Да, чтобы у тебя рот на пятки вырос, чтобы тебе как жрать, так разуваться. Василий завел любовницу в ипотеку и через 30 лет обещает полностью уйти от жены. Здравствуйте. Вас беспокоит аккредитный отдел Лохстройбанка. У нас есть для вас отличное предложение. Да вы предложение доходите. Да слушайте. Что за день-то такое-то такое. Мое почтение, Сергей Владимирович. Товарищ профессор. Здравствуйте. Снова вы? Да, куда же я без вас. Да что я, русская литература, вот издал все-таки свое творение. Вам подарочный экземплярчик. Словарь «Новые ипотечные ругательства»? Да. Спасибо вам большое. Да, мне тоже там за что. Нет, не скромничайте. Именно благодаря вам в моей коллекции появились такие жемчужины, как «Кредит твою налево», «Импотека» и вот это вот новое числительное «Хренадцать». Ну, люди просят продолжения. Задумал второй том писать. Очень рассчитываю на вашу помощь. Максим Николаевич, ну о чем вы? Ну мы на этот-то том еле наскребли. Ну, раньше-то народ хоть слушал. А сейчас-то сразу посылают. Вас послали, а вы запишите. Еще раз послали, еще запишите. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А вы заняты? Нет, 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 я свободен. Так, Максим Николаевич, сейчас к вам подойдут. Понял, понял. Проходите, проходите, пожалуйста, все. Можно, да? Да, конечно, можно, да. Проходите. Слушаю вот. Что вы себе позволяете? С сегодняшнего дня еще что угодно. Даже, может быть, телевизор цветной куплю. Вот так вот, да. Это был последний. Гадина ты, рукожелца я. Что последний? Что последний? Платеж по ипотеке последний. Гнида ты ипотечная. Ты понимаешь? Нет, что я кредит этот брал при человеке, который говорил, понимал, по программе молодой семьи кредитования. Вот так. А, так у вас серебряная свадьба в этом году. Поздравляю. Вот, а не серебряная свадьба, потому что семья на Ситцевой развалилась, да. Потому что кроме Ситцевой все ничего позволить не могли. Потому что Ситцевая шуба в минус 30 прохладно. Из-за тебя. Да, чтобы у тебя рот на пятке вырос, чтобы тебе как жрать, так разуваться. Пинг-кот в гамбургске. Максим, великолепно. Вы кто? Максим Николаевич, ну, понял. Извините, пожалуйста, не останавливайтесь. Продолжайте негодовать. 25 лет. Как один день. Вот, буквально. Сейчас все могу себе позволить, да. Есть буду три раза в день. Ты когда-нибудь пакеты полиэтиленовые стирал? Нет. А для других, а? Скунса тебе в однешку. Зубы сделаю. Зубы себе сделаю, понимаешь? Мне же раньше зубы-то зачем? Не нужны были. 20 лет. И зубы не нужны. Ага, зачем? Зачем мне зубы? Соленый кипяток его сжевать не надо. Ну что ж, поздравляю, поздравляю вас. Вот, возьмите. Че, ты меня втюхишь? Я у тебя больше вообще ничего не возьму из рук вообще. Это визитка хорошего психолога. А зачем мне психолога? Ну как зачем? У вас 25 лет была одна цель. Отдать. А сейчас все. Целей нет. Как же вы будете жить без мечты? А у меня есть мечта. Какая? А вот такая, да. Чтоб у тебя чесалось там, куда ты руками дотянуться не можешь. Чтоб ты за границей роминг не выключил и 17 мгновений весны посмотрел все серии. Все? Чтоб рожу твою не видеть никогда. Больше никогда. А вот для этого у нас есть специальное предложение. Значит, подешевле предложение выколоть вам глаза. Сомнитесь. Ну, чтоб вы мою рожу не видели. Не совсем. Ну, это подешевле. А подороже пластическая операция. Мне сделать пластическую операцию, и вы меня не увидите. И не узнаете. Вот подороже. Ну, вы же наш постоянный клиент. Вам одобрят любую сумму. Ну, что? Пластика? Хорош финансистический мяч. Все. Забирай бабки. Подписывай мне договор, и я пошел домой. Пойдете? Даже не начинай. Вот. Серьезно. У вас нет машины. Ты у машины издрюга. Я думаю, у меня серебра на себе нет нисколько, чтобы пулю серебряную отлишь, чтобы застрелить тебя кровососом вообще. Машины. По мне росту метр семьдесят, а было метр девяносто пять. Двадцать пять сантиметров за двадцать пять лет стерлись, пока я пешком ходил везде. А чтобы тебя изнутри век тещу накололи, чтобы как моргал, так скрикивал. Успокойтесь, успокойтесь, вот возьмите, возьмите, возьмите деньги. Что? Вот возьмите. Зачем? Швырните меня, швырните. В смысле? Ну прям в морду, в лицо, швырните. Ну. Э. Ну как, ну, согласитесь, не очень, да? Ну да, как-то так уже. Вот. Потому что вы этого момента ждали двадцать пять лет. Двадцать пять лет дненек-денечка, чтобы вот это. А здесь-то всего, всего десять лет. Все, и через десять лет вы приезжаете на своей машине, берете деньги и мне в лицо, прям в хорю. Еще плюнуть можно. А что, плюнуть можно? Ну, конечно. Так я сейчас могу плюнуть. Один. Все, сейчас уже все. А, ну если плюнуть. Десять лет. Десять лет всего. И плюнуть. И плюнуть, что? Прям как бы дай. Ладно, давай, оформляй на меня кредит на машину. Это бы смысл. Только давай еще, кредит на газель. А почему на газель? Ну, чтобы я с кредитом задолбался и с ремонтом задолбался. У тебя через десять лет такой задолбанный пришел, что я тебе... Чтоб так плюнул, чтоб тебя слюной насквозь пробило вообще. Чтоб тебя вынесло нахрен из этого кабинета. Чтоб у тебя глаза на коленки сползли. Чтоб ты как приседал, так щурился. Ну вот, все, готово. Подписывайтесь. Вот здесь вот. Или не брать кредит, а? Умоляю! Любяй здесь. Не только ради меня. Ради русской совестности. Берите кредит и обязательно на газель. На новую модель. И вот еще что. Вот это. Держите. Че это? Диктофон. Когда будете газель ремонтировать, вот на эту кнопочку нажмите. Ну ладно, давайте, я тогда только идем. По телефону позвоню. Кому? Ну стоматологу. Че? Мне сейчас десять лет еще зубы не нужны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раскинемся. Сколько надо? Нет, вот здесь все, есть все. На, вот. На, вот, давай, не болей. Да не надо. Тем более здесь три тысячи не хватает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У женатого мужика даже трусы не свои, а семейные. СМЕХ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даня, здорово. С днем рождения. Спасибо, спасибо, дорогой. Привет. Привет, Андрюха. Спасибо, спасибо. Заходите, проходите. Здорово, Димон. Давай. Здорово. Днем рождения тебе. Что-то случилось? Да не. Ну все, давайте. Короче, сейчас тарелки. Давай, давай, тарелочки. Сейчас садитесь пока. Сейчас тарелочки. Так, Данька, помоги. Давай, давай. Раскидаем. А-а-а. Что случилось? Рассказывай давай. Дань, не хочу вам настроение порчить. Ну ладно, что, давайте. Короче, смотрите, салат, сам делал. Не знаю, как получилось. Кому? Ну, только появился момент отвернуться от меня. Сразу отвернулись. Короче, давайте сейчас один раз его выслушаем, иначе он весь вечер конючить здесь будет. Давай, рассказывай. Что случилось? У меня собака умерла. Серьезно, собака умерла? Ну не то, чтобы умерла. Болеет сильно. Че, сильно болеет прям? Ну как болеет? Прыгает, конечно, радуется. Просто грустно, как будто умерла. Так она не умерла, что ли? Просто уснуть не может. Придется, наверное, ее усыпить. Димон, ну ты, конечно, блин, че-то перебарщаешь, мне кажется. Так, че, давай, загадывай желание, Тём. Давай, не стесняйся. Нереально. Так, смотрите, значит, загадаю. Знаешь, загадай, чтобы 40 лет тебе спину не начало ломить. Димон, мы не забыли, что у тебя ведь тот же день рождения в этом месяце. Но у тебя-то через неделю... Семь дней. Можно не дожить. Вот только брат меня понимает. Капец, у тебя брат. Ну, как брат? А с отцами разные. Матери тоже. Я просто один раз сказал, как дела, братан. Я че, всем выречитаю, брат. Вот и брат от меня отказался. Я сейчас стеку ему просто и все. Погоди, погоди, Данька, ну и че, блин, ну настроение-то должно быть нормально, день рождения все-таки. Димон, давай сейчас шампанского выпьешь, все полегчает тебе. Не, нельзя, у меня с желудком проблемы. На лечение кучу денег надо. Думаю, может, в следующую днюху твою не приду даже. Блин, мы же не знали, что так серьезно. Слушай. Такая ситуация, давай ему че, деньгами тогда, наверное, там у меня вот че есть. Раскинемся. Сколько надо? Не, вон, есть. Все есть. На, вот. На, давай, не болей. Да не надо. Тем более здесь 3000 не хватает. Да. На, вот, тебе еще 3000, мама мне подарила. Тебе. Так, ну че? Тема, все, день рождения, давай это, не задавайте. Илюха, и мы все дружно скинулись тебе на подарок. Ага. Ну как все дружно? Почти все. Да. Так, так, так. Вау, нифига себе, парни, спасибо. Телефон. Ну че, погнали на улицу, может, да? Погнали, погнали запускать фейерверк на улицу. Погнали, давай, Димон, вставай, пошли. Пошли, пошли фейерверк пускать. Пошли. Конечно, заплатили за меня, теперь решать все можно за меня. Че тебе надо, а? Че надо тебе? Мне надо в больницу позвонить, чтобы уже препараты готовили. Но у меня телефона нет. Слушай, Димон, давай это, ну, короче, на тебе мой старый телефон. Пользуйся. Старый? Спасибо за намек. Блин, да пофиг, на, на мой новый, ничего, если так? Ничего, дари. Ну ладно. На, слушай, ты, главное, давай не грусти, а? Давай, давай уже, это, подбородок выше носа тебе уже два телефона подарили. Не подарили. А настрадал. Слушай, расслабься, братан, расслабься. О, новый братан появился. Жалко, что это ты. Это ж звонок у меня такой, я забыл, новый поставил. Это ж Ленка, Ленка пришла. Она самая? Да, я тебе рассказывал. А, класс. Блин, она капец, мне нравится, конечно. Парни, слушайте, еле уговорил ее, сказал, что будет весело, не подведите, а? Будет весело, Тема, твой день, давай. Так, Димон, давай это в дальний угол. Давай подальше. Подальше куда-нибудь. Опять в дальний. Все, я тебе даже вот цветок тебе, на, чтобы тебе даже видно не было. Парни, давайте, присоединяйся. Приподведи, да. Эй! Тема! Тема, привет, привет. Мальчики, привет. Привет. С днем рождения, Тарцов. Спасибо, спасибо, отлично выглядишь. Мы на улицу собрались перевернуть запускать. Как у вас весело вообще, классно. Проходи. Цветы какие красивые. А со цветами человек сидит. Что? Усыплять собаку мою хотят. Димон. Бедненький. Да. Пошел мусор выбрасывать. На меня хулиганы напали. Деньги хотели отобрать. А у меня и так денег нету, потому что я все на собаку трачу, чтобы она не умерла. Вот она умрет, кого я обнимать буду? Ну, ну хочешь, меня обними. Хочешь? Немножко хочу. Не бойся, обними. Можно я тебя поглажу? Погладь, конечно. Погнали, погнали, салюты пускать. Конечно, салюты пускать, погнали. Артем, у тебя сердца нет. А он добрый. Это ты добрый. У тебя доброе сердце. Больное, но доброе. Ладно, идите сами, я с ним останусь. Пошли давайте. Давай, пойдем, что. Что делать? Тема! А? С днем рождения! Спасибо. Ну хорошие ребята, все приготовили, все оставили нам. В принципе, плохо можно посидеть. Ну что, давайте начнем потихонечку, да? Хорошо. Ну что, может, музычку немножко поставим, такую лирическую? А? Ха-ха. За присутствующих здесь. Да. Ну, переговори, не стесняйся. Давай. Ха, переговори. Ну, за тебя. Димон, ты что, нас обманывал, что ли? Вот и ребята спалили. Ну, короче, ой, заболел. Слушайте, вот человек. Расскажите мне немножечко о вашем фонде. Ну, значит, смотрите, мы компания с богатой многолетней историей. С своими традициями уходим корнями глубоко с богатой многолетней историей, с своими традициями. Скажите, пожалуйста, а здесь дают кредиты бизнесменам? Да. Это фонд инновационных транзакций. Проходите, присаживайтесь. А куда? Ну, давайте я подвинусь. А вы записывались? Да. А где? В лифте. О, это вы там записывались? Да, вчера. Расскажите мне немножечко о вашем фонде. Ну, значит, смотрите, мы компания с богатой многолетней историей. С своими традициями уходим корнями глубоко с богатой многолетней историей, с своими традициями. Я где-то сбился. Да ничего, мне достаточно. Я давно искал компанию с корнями, которая деньги дает. Я вывеску забыл. Ну, я рисую лову. Значит так, тогда к делу. Мне нужно, значит, 139 рублей на инвестиции в пищевой бизнес. А можно поподробнее? Какой пищевой бизнес? Жидкий. Вы знаете, что вы запрашиваете максимально возможную сумму для кредитования? У нас этот, уставной капитал на 40 копеек меньше. Ну, мне надо 139 рублей. Вот сейчас можно поподробнее, в какую сферу вы хотите? А, нет. В какого именно пищевого бизнеса вы вкладываете? В жидкий. Да. В какой объем? 250 миллилитров. Ну, интересно, что это за такой бизнес, мне интересно узнать. Это бизнес в сфере впечатлений. А не маловат ли объем для этой сферы? Я просто давно в этом бизнесе. И мне нужно совсем чуть-чуть объема для организации впечатлений. Вы знаете, я не могу брать на себя единоличную ответственность, чтобы предоставить вам такой огромный кредит. Мне надо посовещаться с руководством. Вот вам повезло, что мы находимся в центральном офисе. А руководство здесь же, вон, за стеной. Сейчас его вызову. Александр Анатольевич, зык-зык. Надо посовещаться. А почему вы жмете в жвачку? Так это его жвачка. Зык-зык. Сейчас он выйдет. Александр Анатольевич, здесь клиент просит, кредит предоставить 139 рублей. Да, ну, конечно. Что он говорит? Он говорит, что мы такие кредиты можем предоставлять только друзьям. А как подружиться с вашим руководством? Это уже навряд ли. Он плохо видит и соображает. Потому что не получится. А что тогда делать? Давайте мы вам так предоставим, а потом может подружиться. Не подходит. Скажите, а что нужно для кредита? Значит, для кредита нужен целый пакет... Документов. Почему? Документов. Просто целый пакет. Потому что мы будем ведь вам предоставлять кредит мелочью. А если пакет будет не целый, инвестиции утекут. О, смотри. Всё в порядке. Пакет есть. Я из него только голубя тогда выложу. Так, голубя вы здесь выложите, да? В любое место, да, я переложу. У штаны вот. И всё. Так, хорошо, значит. Давайте, это, заполним анкету. Да. У вас ручка есть? У меня ручки нет. Тогда давайте просто запомним анкету. Значит, какая у вас кредитная история? Значит, история такая. Так. Значит, иду, я смотрю, кредиты дают. И вот я здесь. У вас прекрасная кредитная история. Редко встретишь такие. Да. Так, биометрику снимем. Вы не против? Штаны против. Биометрику нет. Так, ладно. Тогда приложите палец вот к жвачке. Стойте. А какие документы нужны будут? Нужны ли нам вообще? Конечно, конечно, нужны будут документы обязательно. Вот вы какие? А какие тогда? А какие вы документы обычно с собой носите? Я голубя ношу сюда. Все. А по голубям можно будет идентифицировать вашу личность? Конечно, я всегда с голубем хожу. Я один такой в районе. Ну, тогда приложите голубя к сканеру. Зык, не сильно, не сильно сейчас, Александр Анатольевич. Вот, зык, зык, все, 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 голубь в базе. Знаете что, вам необходим поручитель. А какой? Один. Это любой успешный человек. А давайте вы будете? Давайте. Вы самый успешный человек, которого я знаю. А я согласен? Почему бы и нет? Так, давайте я вам предоставляю кредит. 139 рублей. Сгони. А вас не интересуют проценты по кредиту? Кстати, а какие проценты по кредиту? А проценты по кредиту мы держим в тайне. Странно у вас система. А что странного? Сейчас все банки так делают. А график платежей какой? Вот такой вот график. Вот, я видел. Благодарю. Все. До свидания. Свободен. Все, подождите. Что? А вы куда сейчас? Туда. Так, я как поручитель должен удостовериться, что инвестиции пошли в нужное русло. Вы хотите мой бизнес? Ненадолго. На один проект. Пойдемте. Давайте, может быть, руководство возьмем? Нет. Лучше голубя. Он более вменяемый. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотри, с 20-го до 9-го за секунду помыли. АПЛОДИСМЕНТЫ Кайф? Я не знаю, что вы там помыли. Я с 9-го до 1-го чуть только же не замарал все. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотри, скребок вот так вот ставишь и поехали! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, смотри, с 20-го до 9-го за секунду помыли. СМЕХ Кайф? Я не знаю, что вы там помыли. Я с 9-го до 1-го чуть только же не замарал все. СМЕХ СМЕХ Ты говорил, я боюсь. Ты давай не дрейф. Бери давай скребок и мой давай окно. О, фигасик, котенка, смотри. Вау. Котик. Да, 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 да. Котик, а я у тебя красивая. Красивая. А так еще красивее. Да, а так. Опа-на. Котик, какая красота. Какой ты у меня щедрый. А ну давай, давай, давай. Котик, а когда мы уже поедем с тобой отдыхать? Поедем, 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 поедем. Когда поедем? Зай, ну поедем, я тебе говорю, обязательно поедем. Ну, сейчас у меня просто нету времени. Через 5 минут. Ну, подожди, ну когда поедем? Через 5 минут ответственный звонок среди директоров у меня. Поедем, давай, давай, давай. Ты че снимаешь, люлька простаивает? Вот у нее и люлька, так люлька, да? Так, все, хорош, давай, поехали на восьмой. Поехали, поехали. Счастливая. Называется, повезло с мужем. Ой, так, где я? Дорогой, я дома. О, привет. Привет. Что, так долго? Фу, устала, на работе, как всегда, задержали. Ну ладно, раздевайся, будем ужинать. Давай, 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 сейчас приду, ага. Тук-тук. Ого, здрасте, а вы кто? Мы окна моем. Делаем мир чище, так сказать. А вы на восьмом живете, да? Да, да, на восьмом. А работаете на девятом, да? Приятно, когда работа приносит удовольствие, да? Вам что надо? Ну, что нам надо, Михалыч, что нам надо? Обеспеченную старость и все. Денег нет. А, денег нет. Ну, значит, видео отправляется в интернет. А, извините, какой тут можно подключиться из сети лучше? О, да? Рогоносец с восьмого этажа, к ней, да? Да, найду я вам деньги, езжайте на девятый этаж. Дорогая, ну ты где? А, покорми барсика, я сейчас мусор вынесу и приду. Давай, на девятый. Слушай, ну, когда мы будем окна-то мыть, а? Сейчас, денег заработаем и... И будем мыть? И наймем тех, кто будет мыть, господи. Это что, Михалыч, поднимайся, ну что? Не знаю, все это как-то странно. Котик! Что, что? Да сейчас жена придет на сон. Ну, подожди, ну мне срочно деньги нужны. Какие деньги? Можно американские, в общем. Российские рубрики, без разницы. Я не понял, что здесь происходит? А здесь происходит премьера короткометражного фильма. Все отдам за любовь. Ну что, дай им тысяч пятьдесят, пусть валят отсюда. Да не проблема. У меня просто нет пятидесяти тысяч наличными. Есть на карте, конечно же. Ничего страшного, мы принимаем карты. Сейчас телефон скажу, пожалуйста. Жена пришла. Да, 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 куда? В кинотеатр без билета нельзя. Вот, часы. Какие часы, господи? 80 тысяч евро стоят, между прочим. Евро? Девушка, давайте, согласно купленным билетам. Сюда, сюда, мужики. Дорогая, иду, иду. Поехали. Блин, мы когда работать-то будем, а? Я работаю уже, между прочим, я работаю. У вас. Алло, алло. А, слушай, милая, ты еще на улице? Ну, в общем, да. Ну, без только чау и зайди, пожалуйста. Ага, хорошо. Жду. Мы на моей люльке до гастронома точно не доедем. Так, так, воду, воду, ведро, ведро. Быстро давайте мне. Быстро. Дорогой. Ты уже зашла? Да, да. Но я не заметил. Это что? Это вода. Ты же просил что-нибудь к чаю купить. Ну, хорошо. Пойдем. Пойдем. Давай, на девятый. Чую, там не чисто вообще. Нигде не чисто. Да мы вот уже обед даже не начали еще мыть-то, ну. Сереж, ну это безобразие просто. Я работаю, я тебя содержу. В конце-то концов. Я тебя деваю, обываю. Ты вообще ничего не делаешь. Ты мусор не мог вынести за все это время? Это что такое? Где? Кошачий корм? Сереж, а у нас нет кота. Сережа. А? Ты что, опять жрешь кошачий корм? Ну, ты же меня называешь котиком. Ага. Козлиной я тебя чаще называю. Ну, что ты капусту, ты не ешь. Все. Давай, Гужин, готовь, я в ванной. Да-да, сегодня будут Амары. Отлично. Слушай, когда мы работать-то будем, а? Сейчас мы вообще работать не будем никогда. Смотри, Сыночка. Что вам надо? Нам ничего не надо. Я вам уже чисто и отдал. Подождите. Нам-то ничего не надо. Мне кажется, вам надо, чтобы там на восьмом этаже не узнали, что некоторых тут только что олигархов из списка Форбс исключили. Королей кошачьего корма. Сереж, там ванна засорилась. Иди посмотри. Да, сейчас, конечно же. А вы кто? Мы мойщики в окон. Делаем мерчище. Мерчище. Нифига себе, какие у вас часы. С такими часами, вы знаете, должны не окна мыть, а золото. А подумаешь, что там у вас... Да в смысле? Я знаю, сколько они стоят. У меня мужа такие же. Сереж, покажи часы. Что ты улыбаешься? Часы покажи. А, часы. Сереж, а где твои часы? В ремонте. В каком ремонте у них гарантия сто лет? Представляешь, их кто-то до меня 99 лет носил. Какой тебе туфту втюхали. Ты меня сейчас туфту втюхиваешь. Давай, иди, чини ванну. Да, 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 конечно, конечно. Так, рассказывай, за что он отдал тебе свои часы? Да это мои часы, чё? Я знаю, сколько они стоят. Вы с такими часами должны не в люльке кататься, а на яхте, как минимум. На этих часах Сережиных гравировка Сережи от любящей жены. Показывай. Михалыч, поехали. Согласен, поехали. Не заела. Я на этих руках три завода держу. Чё, я двух придурков не удержу? Дорогая, ты там воду не выключил, мы соседи всех затопили. Таких соседей? Ну там внизу и вверху. Э, соседи, вы чё, обалдели? Чё не следите, вы нас топите? Дорогой, ну не начинай, я всё помою. Ну хватит. Кто ты помоешь, начинай? Ну я попроюсь. Подождите. Я не поняла. Это чё, моё ожерелье? В смысле, Ваша? Серёж. В смысле, Серёж? Ты чё, его знаешь, что ли? Я не понял. Это же наш мусор. Так ты чё, его не на помойку выкинула? На помойку, видимо, ветром как-то задуло, я не знаю. То есть я пошёл на трёх заводах, содержу его, кормлю и одеваю. Он каким-то тёлкам дарит мои ожерелья, Альфонс. В смысле, Альфонс? Серёж, ты чё, не олигарх? Ты чё, меня изменяешь? Ты чё, обалдели, что ли? Ты снимай. Отдал, ты снимай. Снимай, я с тобой потом буду разбираться. Ты не надо, я не говорю, возьму ты раз. Люди, секундочку. Ко мне у кого-нибудь претензии есть? Или я могу ехать мыть окна? Заткнись! Вот так вот, дорогие друзья, к сожалению, чаще всего так и бывает. Тот, кто хочет сделать мир чище, тот и заткнись. Квитанция за электричество пришла. За что нам это всё? Написано же, за электричество. В идеальной семье после скандала у жены идеально круглые синяки. Дорогая, я дома. Дорогая, ты где? Дорогая? Что? 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 Почему? Как это произошло? Квитанция за электричество пришла. Сколько нулей? За что нам это всё? Написано же, за электричество. Эй, вы знаете, что за электричество можно не платить? Что? Я говорю, за свет можно не платить. Я говорю, что вы здесь делаете? Вы как прошли к нам в квартиру, у вас ключи откуда? Идите отсюда. Идите отсюда. Человеку людей горит. Погоди. Что он сказал? Он сказал, что можно не платить. А за что? Я не помню. Блин, надо его вернуть. А как мы его найдём? Он очень странный человек, ты заметила? Да. Наверняка он до сих пор стоит за дверью. Какой странный номер квартиры. Один и два. Как будто строители не могли определиться. Первая квартира или вторая? Один и два это двенадцать. Ух ты! Да. А один и три? Так, послушайте, что вы говорили? Там, вы что-то нормальное говорили до этого. Что-то не платить, не платить. За что? Да, можно не платить за свет. За свет? А как? Нужно выкупить все акции энергокомпании. Так. И тогда себе можно не платить. Сколько это стоит? Три миллиарда восемьсот миллионов. Семьсот тысяч тристо четыре рубля. А это? Я еще один способ знаю. Какой? Нужно купить вагон батареи. До свидания. И больше не стучите. Есть еще один способ, но он очень жесткий. Какой? Купите бобра. Спасибо. Подожди. Он построит плотину. Плотина это гресс. А почему жесткий? Бобра придется убрать, чтобы не делиться. Так, давай. До свидания. Что вы ногу подставляете? Есть еще один способ. А почему вы говорите шепотом? Потому что это очень опасно. Так. Меня могут убрать. Способ очень простой. Вы сами могли бы до него догадаться. Сана. Что? Вы сильно мне прижали ногу. Аж позвоночник свело. Простите. Ну что за способ-то? Записывайте. Ага, сейчас. Готов. Тихо. Слышите, шаги. Мне нужно уходить. Подождите. Как это уходить? Постойте. Вы же не рассказали способ этого. Здравствуйте. 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 А вы не видели такого странного мужчину в красной шляпе с пером? Он еще всем предлагал не платить за электричество. Нет, нет, нет. Не видели. Не видели. А вы платите за электричество? Да, да, да. Конечно. А вы, простите, кто? Я из службы газа. А может быть нам газ проверите тогда в квартире? Почему нет? Все нормально. Спасибо. Пистолет? Все нормально. Это газовый. До свидания. Меня никто не искал? Искал. Человек, у него шляпа, перо в черном. И на футболке написано Жека. А, по-моему, он из Жека. Это Жек-потрошитель. Мне нужно скрываться. Я сейчас побегу наверх. Вы скажите, что я побежал вниз. Куда он побежал? Вниз. Я побегу вниз. Вы скажите, что я побежал наверх. Хорошо. Что он сказал? Наверх. Попить есть? Да, да. Очень устал. Да, конечно. Пожалуйста. Воды? Да, да. Здравствуйте. Вы верите в Локо? Нет. Ну и зря. Мы все равно чемпионы. Локо. Что за человек? Я вообще не понимаю. Здрасте. Вы Александр Морозов? Да. На шлагбаум сдавать будете? Дело сделано. А здесь шампанское? Нет. Зря. Убил. Он убил. Ничего не сделано. Я все еще живой. А что, шампанского реально нет? Ну, немного... Нет. Да что ж такое-то, а? Вы что? Почему нет шампанского? Так 8 марта я выпила. А ты пьяная, что ли? Конечно. А мы уже помирились. Тем более, что мы вдвоем работаем в ЖЭКе. Ага, вот почему вы такие странные. Скажите, пожалуйста, а как же тогда все-таки не платить? Никак. А что вы нам тогда голову морочили? Так это наша работа, над людьми издеваться. Так это что же получается? Все всегда будут платить? Молодой человек, вы забыли, в какой стране вы живете. Здесь бесконечно можно платить за три вещи. Как течет вода, как горит свет и как делается капремон. А мы креативная доставка квитанций за капремон. Подождите. За что? За капремон. Давайте, надевайте. Чего? Баллон с кислородом. Витя, а почему на баллоне с кислородом написано пропан? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тонечка. Плохонько. Проходим, проходим. Проходим. Ой, Витенька, что ты там омять не приготовил, а? Опять какой-то сюрприз. Все, открывайте давайте. Глаза смотрите. Ой. А? А что это? Это маска дайверская для подводного плавания. Ой. Я своей любимой тёще дарю погружение с аквалангом на дно Марианской впадины. СМЕХ Господи. А это сколько метров-то это Марианская впадина-то? Ну, Марианская впадина, но это почти 11 тысяч. 11 тысяч, представляете? Нет, не представляю. У меня пенсия 9. Я хочешь 9 тысяч не представляю? Это подарок на день рождения. Ой, да спасибо тебе, Витенька. Только день рождения-то у тебя. Так это для меня подарок. СМЕХ Ага. Я сейчас обстановку сменила. А то вы как 10 лет назад к нам приехали, так ни разу не выходили. Ну, понятно. Ну? А я думала, надоело вам за 10 лет так. Нет, ну что ты. А оказывается, нет. Нет. Ты каждый раз такие мне подарки делаешь. Ой. Квест Тайга мне понравился. Ага, да. Ну, когда мы медвежонка воровали. СМЕХ Из берлоги, помнишь? А я с ним бежала на руках. Ага. От медведицы, а ты на вертолёте летел. СМЕХ Такие фотки классные получились. Да, ты фотографировал. Да, вообще. А ещё мне такси понравилось. Ох, да. Вот это беспилотное. Ну, ты мне дарил. Помнишь, ну, где с манекенами садишься? Да. СМЕХ Десять секунд разгоняешься? Ага. Вот. И только мы недалеко уехали. Да. Там таксист, манекен, придурок. Он в стену въехал? СМЕХ А как? Да это даже лучше. Это даже лучше. У меня все камни из почек вылетели. СМЕХ Как и не бывало. Все для вас, Тамара Фёдоровна. А ещё мне понравилось, ты как меня в Хогвартс возил. СМЕХ В Хогвартс. Помнишь, на платформе три четверти, там нужно было со всего маху в стену вбежать. СМЕХ На Казанском вокзале. СМЕХ СМЕХ Я тогда не помню, я села в поезд или нет? СМЕХ СМЕХ Нет, не сели. СМЕХ Мы эти вокзалы перепутали. Оказывается, с Ярославского надо было. СМЕХ Да, поезд Фогвартс идёт с Ярославского. С Ярославского, а мы на Казанском. СМЕХ А, и чё, а мы... Мы там штраф заплатили только за выбоину в стене, и всё, и нас, это вас, то есть, в психушку отвезли. СМЕХ В какой глубине надо дышать смесью газовой. СМЕХ А-а-а... Вот. СМЕХ 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 А-а-а... Да, вспомнила, да. СМЕХ 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 Ну, тяжеленый, собака, тяжёлый, тяжёлый. Тяжёлый, тяжёлый, тяжёлый. Давайте его вам тогда повесим как-нибудь куда-нибудь, да? А, куда? А вот тут есть специальная штука. Давайте на шею. О-о-о-о. СМЕХ Опа! СМЕХ 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 О, мне сейчас нормально, легко. СМЕХ Только это, мне шланг нужен, Витя, от баллона в рот-то, чтобы дышать там. Да не нужен вам никакой шланг. Вы тут барашек откручиваете и ртом пузыри заглатываете. А, это как ты в пятницу, да? Два пузыря заглотил и до понедельника лежишь, не дышишь. Ну да, примерно так. Ага. А когда в баллоне газ этот закончится, смесь что делать? Когда талисман заработает. На талисман Надежда. Вот когда заработает, вы сразу сможете дышать. Витя, а так, стоп, самое главное, как я наверх-то потом вернусь? Ох, я же забыл, наверх-то. Ну? Вот же вам. Чё это? Вот вам верёвка. Ага. Вот за неё дерните, давайте. Да. Оп, и всё. Ага, это круто. Да. И меня поднимут сразу? Абсолютно точно. Витя, так она короткая, ни к чему не привязана. Сейчас же всё дистанционное. Беспроводное? Да, беспроводное. Отлично. Да. И тебе сигнал придёт сразу? Придёт сигнал сразу ко мне. Здорово. Да. Так, ну что, Витя, спускаться мы будем медленно, да, и с перерывами, чтобы кессонной болезни, чтобы не было. Не-не-не, мы на дно прям за 5 секунд пью-падём просто ко мне на дно и всё. А там, узнаете, будет перерыв или нет, это вам самим решать. Ага. Ну, я тогда все вещи в пакет положу, чтобы не намокли, а пакет в рот засуну и всё. А чё у вас там в пакете-то? А у меня здесь антисептики, маска, сейчас без них никуда. Так у вас маска есть своя. Только я тогда свою маску-то не буду вам давать. У вас трёхслойная, а это однослойная. Вот эту маску одевайте. Это всё, да? А ну я тогда в ней да и всё. Ну, конечно. Ну всё. Ну что, готовы? Ага. Талисман на месте? На месте. Баллон открыт? Ага. Ну, поехали. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ой. Ох. Батюшки. И они думают, что вот это дно, энтузиастов пять на Уралмаше, вот это дно. А это рай. Еды полно, воды полно, ТСЖ нет. Какое счастье, а? И район-то отличный, а воздуха мне хватает. Правильно Витя говорил, что талисман работать начал. Ну, пойду форель поймаю, а то ничего кроме мента это и не ела. Всё. Здесь постоянно можно платить за три вещи. Как горит... Как течёт вода. Так. Ещё раз. Бесконечно. Бесконечно. Там такие стройные девушки, Тань, есть к чему стремиться. Какие стройные девушки, там есть к чему стремиться. Сразу переговоришь? Скажи ещё раз. Господи, нас посадят. Нет, нас не посадят. Вспоминай слова, Марина. Я понимаю, ситуация волнительная. Нужно пойти на кассу и вернуть в магазин этот сахар. Ну, Марина, знаешь ли, теперь я всё забыл. Аркадий, прекрати волноваться. Аркадий, нужно пойти на кассу и вернуть в магазин этот сахар. Марина, я уже говорил, это будет как явка с повинной. Скажи слова свои. Марина, я тебе говорю, это не мы больные, это все так. Передаётся на ступсокапельным. Ну что? Хорошо меня там ещё по лифчику помнят. Не угорай, подожди. Давай, серьёзно очень, давай. Да. Господа быдловые. Пойди сюда, пойди сюда. Архимеды, давай, поехали. Просят остановиться, извините, пожалуйста. Сейчас радио надо поменять где-то. Чего мы кого-то слушаем? Кто-то? Спокойно, сиди, сиди. И здесь не... Ты что, гостей позвал? Да это как бы у меня это... Из управляющей компании ходят, чинят всё. Хорошая управляющая компания. Звук полетел, я вообще не понимаю. Что за жизнь у меня творится? Не много звуков во всём, во всём. Скоро слуховой аппарат надо будет покупать уже. Откуда мы можем? Откуда мы знаем? Отсюда можем. Вот сюда. Чё делать-то? Мы вообще можем? Мы можем, я пытаюсь выяснить, с какого момента мы начинаем. с любого? С любого. Есть ещё кто-то главнее? Ну и день рождения у тебя, Тёма, конечно. Ну, может, ничего. Нормально всё. Ешьте? Кормальная еда. Домой сначала. Да ищи, фигня какая-то. Можно продолжать с момента остановки. Если вы знаете, какой момент остановки? Знаете, вы запрашиваете максимально. Нет, нет, нет. Нет? Нет. Вы же читаете там, вы не можете читать по порядку? Вот, смотрите. Вот. Сколько? Извините. Видите? У меня всё записано. Извините. Продолжайте. Давай. Продолжайте. Значит, сколько вам надо? Всё, значит, серьёзную контуру. Простите, ради бога. Извините. Вам не хиханьки-хаханьки. Извините, пожалуйста. Это серьёзный инвестиционный проект. Значит, мне надо 139 рублей. 139 рублей. Он очень странный человек. Сейчас, одну секунду. Нам надо поменять петличку звуковую на Дмитрия Соколовя. На ком? Ты кто? Нина? Наташа? Да, надо будет войти первый раз, Дмитрий. Это кто? Снова рыда... Что происходит? Мы дома, точно? Вы кто? Кто вы? Твоя книга? Подожди, а войти кому? Диме? Да, первый раз, когда он вошёл, с этого момента нужно. А что, он чужой микрофон надел? Это не вопрос, как рак, как пазмот. Брак? У него очень серьёзный брак. У вас с тобой тоже брак? Мой жена. Идиоты какие, если честно. Мы можем продолжать. С какого момента? Давай, с рыдания. За что нам это всё? Сядь. Опять? Ты сидел. Постоянно можно платить за три вещи. Как горит... Как течёт вода. Так. Ещё раз. Бесконечно. Бесконечно. Давай. Прощайте. Как это я должна делать? Идите через окно. Бесконечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Бесконечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Бесконечно. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Носки на 23 февраля лучше, чем цветы на 8 марта. Потому что носки не вянут. СМЕХ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие мужчины, строй ресурс! Сегодня, в этот светлый день, вам, наши милые мужчины, не пену дарим, не носки, а дозу коронавирусной вакцины. Па-бам! СМЕХ О-о-о-о! Ну, к сожалению, достало только одно. Вы, мальчишки, взрослые, сами решите, кому колоть. А я пока пойду там это, а... Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. В смысле, бутербродики нарежете? Какие бутербродики? Я говорю, карты пойду потусую. Вы же наверняка меня заставите сегодня в карты на раздевание играть. Чертиня вакцинированный. Ну-ка, ну что, одна на троих, логично. Доза только маленькая. Почему на троих-то? На двоих? Почему на двоих-то? А вам-то зачем вакцина? Вы же переболели. Кто вам сказал? Вы? Или где вы были целый месяц? А, да, да, переболел, конечно. Как труп лежал, вообще, как бревно, не шевелился месяц. Представляете, вообще, в поту там, это самое. Ну, вон, отбила память-то совсем. Так что мне надо вколоть вакцину-то, ну, для памяти, для памяти, надо возвращать. Ну-ка, дайте посмотреть, что это такое? Я возьму ее. Вам что, до работы идти здесь, сколько, 3-4 минуты? А мне на метро ехать? Да с пересадкой еще. А там в каждом вагоне по 3-4 идиота без масок. Со мной 5. Так что мне эта штука важнее. Так, коллеги, на самом деле, вакцина нужна мне. Да что тебе-то? Почему тебе-то, ну? Я в зоне риска. У меня плохая наследственность. У меня по обеим линиям, начиная с правабушек, все умерли. Спасибо. Что ты несешь-то? Какой ты, что ты несешь-то? Что ты слушаешь-то его вообще? Мне надо вакцину, мне. У меня иммунитет плохой. Я каждую неделю болею. Так вы с похмелья болеете-то. И что? Иммунитет от этого лучше не становится, правильно? Да какая-то тебе вакцина? Ты вообще служил? А при чем тут это? Как при чем? Это подарок же. На День защитника Отечества. Ты Отечество защищал? Не, а я защищал. Между прочим, на подлодке служил. У меня даже наколка есть. Ну-ка. Оба. Видишь? ДМБ, ВМФ. Ух ты. А Стас Михайлов так поет, что дрожь в коленках. Ну что, решили, кому досталась вакцина? Да, пока еще не решили. Мужчины, решайте быстрее. Я должна понимать, кто меня, такую всю впух, проигравшуюся, повезет трезвый прямо ко мне домой. На автомобиле. В смысле трезвый? Ну трезвый. Вы что, не читали инструкцию? Там же ясно написано, совместно с вакциной алкоголь не употребляется. Решайте, мужчины, а я пока в соседний офис. Ну что, Павлу Петровичу, так Павлу Петровичу, поздравляю. А что это мне-то вдруг сразу? Вот, собственно говоря, вакцина вам, товарищ моряк. Что это вдруг? Вы служили. Да, Марьямон, ну. Да кого? О, я же пошутил вообще. Я вообще не служил. А наколка? ДМБ, ВМФ, а? А что, наколка? Так это я просто ручкой нарисовал, да и все. Сейчас сотру. Сейчас. Это две секунды, что там мелкие балки. Оп, и нету, понял, нету. Правда, нету. Нету. Какая-то другая рука, чё ты, господи? Когда почитать, чё ты? Лошары. Совместно с вакциной алкоголь не употребляется. Какое главное слово? Не алкоголь, а совместно. Совместно, понимаете? Надо работать с источником-то уметь. А если не совместно? А если раздельно? В одну руку оп! Вакцину. А в другую руку алкоголь. Получается, употребляется. Лошары, давайте, ваше здоровье. Чё-то... Что это, коньяк такой паленый, что ли? Ты где покупал-то? Как обычно, проверенный источник у цыган. Налей-ка мне водочки с днем защитника, так сказать. Что такое-то? Водка не идет, а там... Налей-ка мне воды. Воды нали мне. Ну, воду могу пить. Воду могу... Ну-ка, алкоголь есть ли? Что такое-то? Не могу. Не могу. Совместно с вакциной и алкоголем. Не употребляется. За не употребляется. Чё, урод-то, чё? Сама, что ли, посходили все? Ну, чё, чё, чё значит не употребляется? Чё за ребусы такие вообще для русского человека? Напиши, запрещено-то, и всё, чё. По-русски-то можешь написать запрещено? За запрещено. Ну-ка, мне, поисковик, давай. Ближайший пункт перелива крови. Перелить эту кровь нахрен зараженную. Куда мне это самое? Господи. Чё такое? Ты смотри, чё происходит. Наш корреспондент сообщает об огромном скоплении мужчин на пунктах переливания крови. Причины этого явления выясняются. А Стас Михайлов так поёт, что дрожь в коленках. Ну что? Что? Узнаёте во мне Венеру Миловскую? Па-пам! Совершенно неожиданно обнаружила ещё две вакцины. Представляете, в соседнем офисе просто выбросили. Ну, а мужчины, колейте и ругайтесь не из-за вакцины, а только из-за меня. Ну что? Настала наша очередь. Чё, вакцину колоть? Идти в соседний отдел. Так, стоять! Подожди. Стоять, падла! Я в этой трезвой яме один не останусь. Ну-ка, идите сюда, быстро ко мне! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, теперь вам точно домой придётся ехать. Ну, пора тогда, пора. Да ладно, чё вы у меня же, я в двух штанах же пришёл. Если гости долго не уходят, покажите пример, уйдите первыми. Ой, не могу больше жрать. Фух. Ну, дал ты, Слав, вчера, конечно, выскочил голышом на улицу. Ну, это вообще-то не я, это ты. А, да, это ж я был в ночи. И не вчера, а поза-поза, поза-вчера. Да? Вы же у нас уже шесть дней сидите. Шестой января же уже. Да ты чё? Чё, неделю, что ли? Вообще не скучно. Вообще. Коля, тебе бы поспать и желательно дома. Может быть, вам уже ехать пора? А чё, куда мы торопимся? У вас же там дети дома. Так дети у бабушки чё? У бабушки они чё? Да? Чё им будет-то? Они же у бабушки. Да. Детишки наши. Звонит бабуля тебе. О, бабулька звонит. Да. Ну, скинул. Там же и день звонит и звонит, и звонит. Чё надо, непонятно. Чё хочешь? Слава, помоги мне, пожалуйста, с посудой. Да, да, помогу. Слава, надо что-то делать. Они у нас уже шестой день сидят. Я уже скоро сдохну. Я не знаю, не носи им больше ничего на стол. Они это сожрут и уйдут. Слава, я им второй день уже ничего не ношу. Они сами ходят на кухню, сами готовят, сами приносят. Может, напрямую им скажем, чтобы уходили и всё уже? Подожди, у меня одна идея есть. Иди, я сейчас всё устрою. Коля, ты томатный сок просил. Вот твой томатный сок. Ой, ой, ой. Прости, какая я неловкая. Ну, теперь вам точно домой придётся ехать. Ну, пора так, да, пора. Да, ладно, чё вы, у меня же я в двух штанах. Я вот это же... Я знал, что так будет. Застерни. Может, это, пельмени полепим? Нет, нет. Вчера же просто лепили их. Да? Ну. А где они? На балконе. На балконе? Ну. А ну-ка, давай достанем. Да он это, он не открывается, он полный пельменей. Мы же каждый день их лепим. А, Слава, помоги мне, пожалуйста, с посудой. А, да-да, да, Иваночка, конечно. Угу. Угу. Чё, может, пойдём домой уже? Коль, как мы пойдём? Они же обидятся. Это у нас дома весело, дети там, собака. Они одинокие на празднике, остались вдвоём. Да, видишь, чё? Не весело им никак. Так вообще не весело. Главное, я их тут веселю, как петрушка, значит, а? Ну? А им не весело. Ты давай подключайся тоже. Чё я-то, ну? Ну чё, я целую неделю тут скачу, как этот самый. Там за стол скидываться ещё надо. Так это мы ещё должны? Скачем, скачем и должны. Пусть вот лучше мне скидываются, а я их тут веселил неделю. Угу. Скакал тут, прыгал, развлекал. Слова. Может, они не уходят, потому что им нечем за стол скидываться. Может быть, сейчас. Да. Ребят, слушайте, а за стол можно и не скидываться? О, хорошо, спасибо. Нормально. Значит, это мы им должны, да, получается? Угу. Ну, ещё посидим, значит. Посидим ещё два дня. Чё, чё, придётся, чё. Слушай, знаешь, чё, я прибыл. Давай так. Я сейчас мусор соберу и пойду выносить. А ты скажи, что всё, надо со стола убирать и всё, там ёлку надо выбрасывать. Давай, давай, отлично. Давай, давай, отлично. Секунду. Ребят, я мусор пошёл выносить. Иланочка, давай собирайся со стола и всё. А, да, я всё, да. Ну, куда ходишь-то, Слав? Я тебе помогу сейчас. Давай, что, ходить куда-то. Во! Э-э-эй! Она тоже. Галь, ты чё, зверила, что ли? Чё, я подключилась? А, ты подключилась? Садись, давай. Давайте, включайте, там сейчас это, Ирония Судьбы начнёт. Да, мы смотрели уже четыре раза. По-первыхому-то не смотрели? Конечно. Слава, помоги мне с посудой, пожалуйста. Да-да, Иланочка, да, конечно. Вообще, я не понимаю. Может, и напрямую сказать. Фу, идите, уходите. Иди, Галле, скажи, и всё. Нет, ты чё, она обидится? Лучше ты иди, Коле, напрямую скажи. Да я не могу ему сказать. Денег он у меня занял. А зачем ты ему занял? Так я думал, он уйдёт. Ты нафига у Славки денег занял вчера? Я? Ну. Я думал, это подарок. Если подарок, тогда ещё сидим, чё? Сватываем. Слушай, ну неудобно уже, шесть дней сидим. Ну пошли домой уже. А чё делать-то, как уйти? О, давай тебе позвонят. Как будто с работы вызовут, и мы туда сразу. Ух ты! Звонит начальник. Ух ты! Да-да, и что, что? С работы звонят. Да. Алло. Да. Да-да-да. На работу надо выходить. Ой, как жаль. Ну хорошо, раз надо, так надо, чё? Ну надо, так, конечно. Ой, спасибо вам, ребята, конечно. Да, конечно, хорошо посидели. Праздник был замечательный. Оля, вот честно скажу, положа руку на сердце, самый лучший мой Новый год из тех, которые я помню. Ой, у нас тоже. Да, ну всё, давайте. Так жаль, так жаль, что вы уходите, так жаль, так жаль. Чё вы мне сердце-то разрываете? Новый год, пора сюрпризов, да? Алло. Да не пойду я на работу, всё. Мне друзья дороже, да. И пусть это... Меня лишают зарплаты, пусть я, значит, ипотеку не закрою. Пусть у меня, значит, квартиру банк отнимет. Мы к вам переедем жить. Ну а чё, мы вас раньше недолюбливали, а вот за эту неделю полюбили. Галь, садись давай. Так, ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Это что такое вообще, а? Ты зачем заревела? Ты чё творишь-то? Сама, я заревела от радости, от счастья, понимаешь? О, а давайте в пазлы играть. Коля, у нас нет пазлов. Нет пазлов, сейчас будут. Давай, всё. А не надо ещё. Всё, сядьте, успокойтесь, ей-богу. Чё? Ну серьёзно, ребят, без обид только, Коля. У меня выходные, я хотел дома посидеть один. Я вообще-то люблю дома голой ходить. Да? А, да, да, да. Ребята, я хотел посидеть в тишине. Без этих вот штук. Тук-тук-тук, Слава, ты долго в туалете, мне тоже нужно. Слава, Коля, я хочу спать с женой, а не с женой Кольей. Чё ты храпишь, если? Чё, не надо нам десять раз объяснять. Чё ж понятно. Ну, Галь, пойдём. Поедем тогда. Чё? Так засиделись уже. Да. Спасибо вам, ребят. Спасибо. Хорошо так отдохнули. Новый год. Вон, есть Новый год. Да, давай, пойдём. Всё, пока. Да, всего доброго. Пока-пока. Давай, ага, ладно. Я это самое, знаете чё, вы нас не провожаете. Потому что это, сейчас я бутылку возьму, и это всё же моя бутылка. Я взял с собой, принёс, поэтому. Знаете, и я ещё... Да уйдёшься или нет? Фу! Слава Богу! Ушли. Фу! Красота. Ой, который час, Илана? 12.30. Как 12.30? Как 12.30? Собираться надо? Куда? Да как куда? Коль и с Галей. Мы же обещали им 7 января в гости прийти, на Рождество. Давай, быстрее. Быстрее, быстрее. Собирайся, не придём. Обидеться ещё. А мы у вас решили праздновать 7.00. А чё, залепа ходить-то? Ну, давайте. Ну, давайте. Ну, давайте. 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 Чё это? Моцарт. Прелюдия. Я не мать, мне можно без прелюдий. Плохо и громко занимающийся дома на скрипке ребёнок снизил цены на недвижимость в целом квартале. Поактивней. Ещё поактивней. Кисть гуляет, я слышал. Вот. Вот сейчас хорошо. Ещё. Стоп, семья. Что? Вы чё, ну не нашли другого времени по клавишкам тренингой, как утро с субботы вообще? Ух ты! А мы ещё дни недели помним, да? Молодец. Чё помним-то? Я так знаю. Да? У меня только по утрам субботы. Он чё, видала? Тремор какой. Полечиться бы. Я к невропатологу пошёл, а он говорит, у нас талончиков нет, лечитесь в домашних условиях, может или нет. О, сейчас полечиться. Ты давай расстал, с ребёнком иди позанимайся, а я в парикмахерскую пойду. От тебя толку ноль, в который раз тебе говорю. Ну что ты начинаешь постоянно? А что я начинаю? Что я начинаю? У нас цветок, я сколько просила повесить его? У нас кашпо стоит на полу уже год. Тысячу раз говорила, ничего. Иди в свою парикмахерскую. Спасибо. Скажи, чтоб язык ещё подстригли тебе вот настолько. Играй давай, чё? Чё это? Моцарт. Прелюдия. Я не мать, мне можно без прелюдий. Давай, сразу играй, чё задавали. Чё задали? Битховен. Семнадцатая соната. Моцарт. Шестнадцатый сонат уже выучили? А чё, мать говорит, ты не занимаешься? Давай, играй. А чё, тут-то тоже тренькой справа? Слева тренькой. Справа-то слева, чё не играешь-то? Пап, ну, в нотах тут написано. В нотах я не знаю, чё написано. Справа слева тренькой, везде равномерно. Чтоб клавиши равномерно изнашивались. Соседи, ну вы что, обалдели? Ну, вы чё творите? Что? Можно не бренчать, когда я сверлём. В смысле? Понимаете, я кардиохирург. Я каждый день спасаю жизни людей. Ну, понятно, все благодарят, дарят подарки. У меня карма уже слишком перегружена в положительную сторону. Для психологического баланса мне необходимо, чтоб меня хоть кто-то ненавидел. Единственное время, когда я могу побесить соседей, это суббота утра. А с вашим отвратительным исполнением Бетховена даже мой перфоратор не может конкурировать. Ну, пять минут там ещё дайте тогда, что ли? Ну, как бы... Пожалуйста, я вас прошу, давайте скорее. Ну, восемь утра, суббота, самый смак. Пять минут. Отвратительность исполнения-то, говорят, Бетховена. Играй давай. Ну? Чё, ну? Петь, когда начнёшь? Там нет слов, батьки. В смысле нет слов? Нету. Как без слов-то, нахрена мы тогда эту модную штуковину покупали? Чё она модная-то? Ты шары-то разуешь, сколько педалей? Две. Ну, вот, знаешь что, коробка-автомат. Спасибо. Три было, тогда понятно, механика на мотыгах, шмурдяк. А тут, понимаешь, две педали, автомат. Дай на газ-то, давай. Тренькой. На газ дави. На тормоз дави. Господи, всё, стоп, стоп, до остановки. Вылазь не сдал, как говорится. Ладно, сиди. Давайте, по теории погоняю. Это какая нота? До. Это. Ре. Это. Ми. Фа. Соль. Ля. Си. До. Чё ты мне чешешь? Вот у тебя до было. Всё, нот всего семь, они дальше повторяются. Ты чё, вообще, что ли, думаешь? Я вообще тупой, что ли. Ты чё? Чё я сейчас сыграл? Си-си-ля. Подниси си-ля на уме. Ты думаешь о сиселях своих. Как остальные восемьдесят этих кнопок нажимаются? Да, пап, клянусь тебе, названий нот всего семь. Чё написано? Фантазия. Ну? Ну. Чё думаешь у людей, у которых хватило фантазии назвать эту бандуру фантазии, не хватило фантазии ещё придумать этих названий, что ли? Чё там думать-то, господи? Доры, ми, фасоль, ля, си, каля, маля, булья. Чё угодно, я уже берю, говорит, он тебя накидал уже за три минуты. А Моцарт он за сколько лет бы, чё, не сочинял бы, что ли? Играй давай. Пять минут обещали. Двадцать прошло. Не понимаете по-хорошему, да? Ну ладно, тогда получайте. Ты чё, мужик? А? Дыра в стене, а? Ну давай. Мужик, ты... 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 А? Ты мне цветок помог повесить, мужик. Сама! Молодец, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо? Да я вам сейчас чертям собачьим пианино вашу просверлю. Просверлите, дяненька, просверлите. Я вам так благодарен буду. Что за день что-то такое? Давай сейчас что-нибудь со словами всё-таки, эх. Пап, ну не задают нам ничего со словами. А менять надо музыкалку эту на какую-нибудь другую. Ну чё такое без слов? Кому нужно чё? Чё мы на праздниках вот эту тягомотину будем слушать твою? Пап, ну чё ты до меня докопался? Ты чё думаешь, легко, что ли, играть? Если так думаешь, сел бы, сам да сыграл. Чё думаешь, не сыграет, бать? Ну-ка, сопляк, давай. Хи! У меня КамАЗ 40 тонн, это всего-то 300 килограмм весит. Учись! Видал? Видал? Батья, по всем шпарит! Без нот! По чёрненьким, по беленьким, везде! Это чё такое? Видала чё творится? Я тебе говорю, ну, похмелиться бы, а? Да я тебе сказала, нет. А я тебе цветок смотри. Ай, ты лист вообще. Ты моя красавица. Ты моя красавица. Я смотрю, вы не умётесь. Ты чё сделал? Падла. Я тебя сейчас загрызу. Ты чё? Сел, ты чё? Я чё, полы мыть должна, что ли? Скотина, ты чё делаешь? Ты чё говоришь-то, а? Уроди-то. Иди, играй. Ты чё делаешь-то? Сейчас будешь полы у меня здесь быть. Понятно? Я буду ещё. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стоп. А почему я ношу лосины? Я что, лось? Если я лось, надо быть аккуратней. Меня могут сбить. Сейчас доеду. Скоро финиш. Скоро финиш. Доеду. Скоро. Ещё 40 километров. Уже голова не соображает. Еду. Есть капец охота. После финиша останавливаться не буду. Сразу в кафе поеду. А не, у меня же деньги в других лосинах. Стоп. А почему я ношу лосины? Я что, лось? Если я лось, надо быть аккуратней. Меня могут сбить. СМЕХ Или я лосось. А если я лосось, меня не собьют. Потому что я в воде же. Хоть бы я лосось. Хоть бы я лосось. Кто же я? А, я же могу на себя в зеркало посмотреть. А так-то ничего. С пивом потянет. Я точно лосось. СМЕХ А что, у меня жена-то есть? Есть. А почему ее тогда нет, если она есть? А я же на соревнованиях еду. Или иду. Иду или хотя бы попить. СМЕХ Попить. О, я могу пить через затылок. Я рыба. Все-таки я точно лосось. Я молодец. Я спортсмен. Я прямо, ах. Дышать. Дышать надо правильно. Дышать надо правильно. Да. А почему? Потому что это правильно. Тупеет мозг. Это неправильно. А правильно это дышать. Правильно. Не душанбе, а дышать. Дима. Дима. Чего тебе тренер? Дима, мне надо тебе сказать что-то важное. Ну? Ну так, помедленнее можешь ехать. Я не успеваю. Едь быстрее. Тебя догоняю. Да фу. Я самый сильный. Я всех победю. Побежду. Поберлю. Побердю. А как правильно? Что? Что? Что это такое? Все, по-моему, началось. Побердю. Побердю. Побержу. Поберделю. Наконец-то правильный ответ нашел. Поберделю. Поберделю. А я уж думал, я с ума сошел. Я всех поберделю. Поберделителей не судят. Как же я устал. Устал. Не спать? Спать нельзя. Нельзя спать. Придумал. Обманул организм. Буду часто моргать. И понемногу высплюсь. А может, задом поехать? А как тогда им руль удерживать? Кажется, мне в рот муха залетела. Муха залетела. Интересно, от кого? Ха-ха! Так. Что-то там виднеется. Финиш. А, где что-то такое финиш? Финиш знаю. Финиш. Финиш. Я не помню, что такое финиш. Что это за надпись? А-а-а! Я ее боюсь. Надо ее сорвать. А-а-а-а! Ну что ж, гонка завершена. И мы берем интервью у победителя. Скажите, о чем вы думали во время гонки? Я думал о своей семье, о детях, о родине. Россия, вперед! А еще я лосось. Что, простите? И я поплыл. Поплыли? Ну, если предлагаете, поплыли вместе. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Песня школьная. В сентябре с ребенком в школу я иду. Он идет нарядный, зевает на ходу. В целлофане астры он в руке несет. Так и начинается в стране учебный год. На линейке рядом родители стоят. Вроде улыбаются, а глаза грустят. В их глазах застыли цифры и нули. Сколько на ребенка потратили они? Двадцать три пятьсот. Двадцать три пятьсот. У кого есть школьник, тот меня поймет. Двадцать три пятьсот. Двадцать три пятьсот. Вот такой на деньги родителей развод. Вот такую сумму тратим мы всегда. Что были бы чудесными школьные года. Будь то от количества вложенных рублей. Праздник у детишек будет веселей. Двадцать три потрачены тысячи рублей. На фигню какую-то на ластики наклей. На новые тетрадки, сменку и пенал. Лодку надувную я нынче променял. Двадцать три пятьсот. Двадцать три пятьсот. У кого есть школьник, тот меня поймет. Двадцать три пятьсот. Двадцать три пятьсот. Вот такой на деньги родителей развод. Но мне среди родителей хуже остальных. И с чувством легкой зависти я гляжу на них. Спросите меня, вы что со мной такое? Просто этих школьников. У меня их трое. Семьдесят пятьсот. Семьдесят пятьсот. У кого есть школьники, тот меня поймет. Семьдесят пятьсот. Семьдесят пятьсот. Вот такой на деньги родителей развод. Семьдесят пятьсот, семьдесят пятьсот У кого есть школьники, тот меня поймёт Семьдесят пятьсот, семьдесят пятьсот Вот такой на деньги родителей развод Я себе поставил автоматический полив установил, да, одну кнопочку нажимаешь и всё, он тебе в любое время может полить Да ладно, покажи! Не видит, смотри! Саид, привет! Слушай, полей мне сегодня огурцы в пять Дачник Сидоров частенько воровал у соседа кабачки, за что регулярно получал в дыню Здорово, сосед! Здорово-здорово! Ты чё так смешно ходишь? Да крот задолбал! В смысле, пятки щекочет? Да нет, крот где-то тут! Вон я вял чё, вон в подошвы гвоздей набил, хожу, пытаюсь его там проткнуть СМЕХ У меня брат вот так вот, тоже крот у него был, понимаешь? Ага Ходил, ходил и всё, и проткнул Крота? А? Кабель СМЕХ Пять тысяч вольт Да Я вообще, забыл про крота, да, вообще, вообще не вспоминал больше никогда про крота Он сейчас сам как крот СМЕХ Вот этот, из чешского мультика, помнишь? Он сейчас кроме как? Ня Сказать больше ничего не может СМЕХ Привет, Дима, привет! Привет Чё ты стоишь-то? Огурцы иди поливай Стоит Да щас полью, Ксюша! Ну чё ты, видишь, с Михалычем делом заняты, ну? Ой, деловые А чё ты, до сих пор вот этой леечкой, да, тыр-тыр поливаешь? Ты заколебался, капец Я себе поставил Автоматический полив установил, да Одну кнопочку нажимаешь, и всё, он тебе в любое время может полить Да ладно, покажи Не видит, смотри Саид, привет Слушай, полей мне сегодня огурцы в пять СМЕХ Пятьдесят рублей, да Ага Понял? Ну да, технологии-то на месте не стоят Кстати, слушай, нам бы забор покрасить, что-то он какой-то уже, не знаю, весь А чё, давай, как обычно В твою сторону ты, в свою сторону я Ну да Чё нам делить-то, двадцать лет знакомый Мы же сейчас пополам, да Почитай, дольше нас только, наверное, Селивановы дружат Да Так они братья Слушай, я чё, я же ещё купил себе этот лазерный дальномер, прикинь Да Там лазер всё измеряет, кнопочку нажал и всё, и знаешь, расстояние Ага Алё, Саид, давай рулетку будем расстояние мерить Серьёзно говорю, вот, видал? Дальномер О, ты Вот смотри, можно померить Вот рука у меня сколько? Опа О, 83 сантиметра Ага Ну-ка, а это? Опа Хе-хе 83 сантиметра Я прямо симметричный, как да Винчи Хе-хе Хе-хе Не смотри Хе-хе Тут такая явная симметрия, да И чё, только руки мерят? Далеко бьёт-то? Ани, почему? Ну чё, что угодно можно померить Вот смотри, можем ширину участка твоего померить, вон туда, до забора Эй Опа Двадцать метров, двадцать сантиметров Ага Ты ко мне? Опа Девятнадцать метров, восемьдесят сантиметров Хе-хе Хе-хе Чё получается? Хе-хе Ты на двадцать сантиметров забор на мой участок поставил, что ли? Хе-хе Прикинь, двадцать лет назад забор неправильно поставили Да ладно, чё там двадцать сантиметров? Ерунда какая-то Да действительно, чё, двадцать сантиметров ерунда Хе-хе Не, ну двадцать сантиметров ерунда, конечно А двести миллиметров уже не ерунда Хе-хе Двести миллиметров уже чё-то как-то напрягает Да хорош, ты вместе ставили забор, вместе рулетку держали Хе-хе Вместе рулетку держали Не, ну может мы держали вместе, но я-то точно помню, что я-то держал рулетку где ноль А ты-то держал рулетку Почему-то там где 20 метров 20 сантиметров Откуда я понял, где я ее держал? Может у меня руки просто несимметричные Откуда я знаю, какие у тебя там 20 сантиметров? Мои 20 сантиметров, как у всех 20 сантиметров 20 сантиметров, это, понимаешь Это 20 сантиметров А если на длину умножить 20 метров на 20 сантиметров 4 квадратных метра получается Что? 4 квадрата, это я тебе скажу Компостную кучу можно поставить А компостную кучу-то пора оставить Компост это в тебе поднакопилось Ходишь тут воняешь Если что-то пошло За борт у нас общий А красить-то мне больше приходит А я из столбы крашу И ты красишь только штакетину А я штакетину, брусок, штакетину, брусок, штакетину А под бруском-то ты штакетину не красишь? Откуда ты знаешь, может, крашу? Как крашу? Она с моей стороны подключена Я захожу, может, откручиваю, крашу и прикручиваю А вот кто, по-моему, участку шляет Алло, строительный магазин? Слушайте, а есть у вас такая краска огнеупорная? Что если забор с одной стороны поджечь Он с одной стороны сгорит, а с другой останется? Ладно? Алло, зоопарк? А есть у вас такие кроты С диаметром действия 19 метров 80 сантиметров Кроты домоседа такие, да Спасибо, присылайте Вот так, да, значит? Алло, прокуратура? Прокуратура А есть у вас такая статья По которой, если Столбы для забора 20 лет назад украли Двое, а теперь один сознался Чтоб его не посадили, а другого посадили Это Семенов звонит! Семенов сознался! Ты че обалдеть, Столя? Что? Прокуратура тебе шутки? Шутки тебе шутки? Че вы орете? Собаки лают, перестали слушать, стоит вас Это тут еще пришла розовенькая такая Конечно, дышалась моим воздухом халявным Чего? Че, чего? Че, чего? 20 сантиметров, а? А если это получается 4 квадратных метра Да на... Ну-ка, сейчас я померю Сколько там до стратосферы? Ну-ка 10 километров получается Это 10 тысяч метров Да на 4 квадратных... Это 40 тысяч кубометров Моего воздуха хапнули И такие дышат им вообще Да вы офигели, товарищи вообще Какого его воздуха? Че происходит? Да забор неправильно поставили в свое время Вот, типа, 4 метра квадратных у него оттяпали Ты ж бухгалтер, Ксюша, вот рассуди Сколько мы там ему должны? Так, 4 метра было у нас Получается, 20 лет Мы платили земельный налог За его 4 метра Так это, получается, ты нам должен Ладно, че ты Ну в конце концов Ну что, ну 20 сантиметров Подумаешь, правильно В конце концов Мы ж дружим Да ладно, я тоже поговечился Прости Да нафиг он нужен, этот длинномер? Рулеткой никогда не мерили, что ли? Да ну его вообще Вот это правильно Да Мы же все-таки друзья Правильно А воздух хороший, да? Воздух, да Да Че такое там? Это че, ружье, что ли, стреляет? Там это К Селивановым Какая-то коробочка упала на участок Они участки померили И у них 15 сантиметров не срослось Там стреляют, вообще побежали Братья Да И за 15 сантиметров, понимаешь? А у нас 20 сантиметров И хоть бы что вообще, да? Да, потому что дружба мужская И 20 сантиметров Наплевать вообще Абсолютно, да Подожди Это у тебя на 20 сантиметров больше А у меня на 20 сантиметров меньше Это Разница 40 сантиметров получается Дюха Беги к Селивановым за ружьем Ну-ка, ну-ка Как тебе перелезь-то, ну-ка Тут коты бешены Михайловича покусали Вы к нам, получается, в учителя, да? Да, я к вам в учителя Вы, получается, жадный, алчный человек Потянулись за длинным рублем, да? Распозарились на зарплату учителя Тук-тук-тук Да-да-да Тук Да Здравствуйте Здравствуйте Это школа? Да, это школа, да А вы учитель? Я учитель, все верно, я учитель Все верно Я к вам пришел устраиваться на работу Господи А кем? Учителем Странно У нас в школу все идут устраиваться дворниками, гардеробщиками Просто у дворников и гардеробщиков зарплата больше, чем у учителя Вы меня прям удивили сейчас Я подготовлен их А вы где работали? Я работал врачом Это единственная профессия, которая подготавливает к зарплате учителя Я все понял теперь Да Я понял, да Подождите, а как вы сможете работать учителем? Вы же врач Смогу Я когда работал врачом, я подрабатывал еще дворником, грузчиком и уборщиком Ладно, у нас с вами все вторые работы совпадают А почему вы не встречались? Это я в ночную же работал А утром операции, обходы у меня, да, в шесть утра А вы операции делали? Нет, я не делал, у нас главврач делал операции Он нашу больницу из бюджета удалил Вот, а потом себя на Мальдивы пересадил Вот такую вот он операцию сделал Понятно А это хорошо, что вы пришли Дело в том, что я как раз ухожу Вот, а я последний учитель, я ухожу На пенсию? Нет, на пенсию 20 лет назад вышел Я домой ухожу Я хотел просто двери в школе и окна заколотить, а тут вы Да Так вот получилось, ну вот пришел Повезло, да Молодец, вы прям хорошо вовремя А вы тут единственный учитель? Да, я единственный учитель, да Да? А где остальные? А они в бизнес пошли По совету одного мудреца АПЛОДИСМЕНТЫ То есть вы к нам, получается, в учителя, да? Да, я к вам в учителя Вы, получается, жадный, алчный человек Потянулись за длинным рублем, да? Раз позарились на зарплату учителя Ай, молодой человек, нехороший это путь, нехороший Деньги портят людей, имейте ввиду? Я просто хочу немножко заработать и поесть Это только начало Вы сами не заметите, молодого человека, как купите вторые штаны Как начнете выбрасывать чайные пакетики после первой заварки? Хорошо Богатство, оно такое, вы знаете Да А если вот все врачи узнают про вашу схему обогащения Это что, получается, это все заполонится учителями, что ли? Да нет, ну вы даже не волнуйтесь по этому поводу Я единственный врач в области остался А-а-а, я понимаю Ну вот так Я понимаю А что? А что он должен делать учитель? Учить детей? Да нет, конечно, их жизнь всему научит А вы должны будете собирать деньги На шторы На учебники На краску Вот Деньги? Да А что это? Деньги? Да Я вам сейчас расскажу Значит, деньги бывают двух видов Бумажные и железные Железные? Да, бумажные я не видел А железные я вам смогу показать после 30-го У меня зарплата будет как раз Хорошо Так что я вам покажу обязательно Слушайте, у меня такой вопрос Если вот вы уйдете А кто будет работать врачом-то? Так, а я подумал Я могу совмещать Ну а что, неплохо? Ну пусть лучше я работаю учителем Чем вы пойдете во врачи Вы знаете, что у нас с вами конкурирующие профессии? Врачи и учителя Это конкурирующие профессии Сейчас идет естественный отбор И одна из наших профессий должна погибнуть А вторая победить Интересно Да, да, да А что будет с той, которая победит? А та уже, которая победит из нашей профессии Будет в финале бороться с кондукторами И более нужной останется Я почему-то думаю, что это кондуктора Ну вот, конечно, раз вы совмещать будете врача и учителя Вам бы профессию придумать Вот А может быть, раз вы совмещать будете, вы будете врачитель? СМЕХ врачи врачитель вы же совмещать будьте врача и учителя врачитель 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 а может врачила не знаете врачила занята футболист один уже врачитель мне кажется хорошо врачи тенда врачи день мне кажется вы немножко не понимаете я вам сейчас объясню смотрите смотрите вот осталось у вас много маленьких кусочков мыло вы собираете эти обмылки в один большой обмылок мыло очень интересно очень хотелось бы посмотреть на мыло не тоже и вот в этих обмылках будет большой обмылок мыло и вы в этом обмылки будете работать значит мы объединим школу и поликлинику и получится школе клиника вы будете врачитель в школе клинике в министерстве не будут против да нету что они обрадуются мы такую больницу по торговый центр освободим ну да я могу в принципе в школе все делать ну конечно оперировать на переменах ну да ну а вечером могу на парте спать конечно получается вам тогда и квартира не нужно будет зачем мне некогда будет туда ходить конечно конечно я срочно позвоню в росукрупнение сейчас министерство министерство это учитель мнение не бросайте трубку это не по поводу зарплаты кстати мы придумали как сэкономить на учителях и врачах да а да мы с собой придумали новую профессию врачитель он будет и лечить и учить нет нет вам никого увольнять не надо вы просто создаете еще одно министерство и все министерство по делам врачителя да ну чё справитесь поди как-нибудь он один вас 10 тысяч будет а что вас там скрипит а деньги пилите поздравляю поздравляю да да и квартиру у этого учителя у врача заберите она ему сейчас не нужна будет да он во врачительской поживет школе клиники ну что все все ну давайте голубчик идите и смотрите не подведите сейчас вы у нас один врачитель на всю область а если хорошо себя зарекомендуете будете один врачитель на всю страну просто игра это тактическая игра здесь думать надо голову развивать понятно мозги тренирует она я вот сейчас мозги натренирую и пойду на работу с натренированными мозгами и чё ты со своими натренированными мозгами в слесарке будешь делать женщины скрывают свой возраст потому что слишком много желающих украсть их лучшие годы дань дань сходи в гараж там картошка закончилась и соленья надо принести ксюш ты видишь я наушники надел за компьютер сел может у меня быть личное время для важных дел спасибо всем привет так что поехали слушаем командира ты три-четыре слева кусты занимайте сейчас вити их да я на артиллерии прикрывать буду крушила да куда ты прежде 13 лет ты поживи еще у меня бой банку говорю открой мне у меня бой я кому ужин готовлю тебе или себе банку открой мне как я открою командир своих не бросает банку открой неси сюда откройте да мамка меня докопалась банку открыть на мальчики этому мужику 45 лет у него трое детей он не работает нигде да это мать про бати вам рассказывает да так так давай пока перезарядка банку сюда слушала нет я так руку повредить могу меня рука это рабочая целюсь и как я сводиться буду иди на кухню возьми полотенце нормально открою банку я на минуту отойду ксюша у меня бой карта сталинград ты чё думаешь вот так вот наши деды могли вот так вот танки в поле побросать идти на кухню за полотенчиком баночки открывать или ты из тех кто за банку соленьких огурчиков родину продаст за своими танками вообще кукухой поехал походу это просто игра не просто игра это тактическая игра здесь думать надо голову развивать понятно мозги тренирует она я вот сейчас мозги натренирую пойду на работу с натренированными мозгами и чё ты со своими натренированными мозгами в слесарки будешь делать там я слесарь здесь я командир глава клана у меня 57 человек в подчинении 4 из них уже горят с вами я с вами так а где пермский убили его а он математику пошел делать здесь вся математика здесь геометрия здесь сейчас синусоиду заложим снаряд пошел подача победа чё ты стоишь смотришь иди салат режь не твоего ума дело здесь тактика стратегия думать на ну ладно домашний полководец давай посмотрим что там такого сложного ваших играх так 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 войти регистрация почта никнейм зефирка 80 они просто зефирка давай так выберите танк танк так вот этот медицинский с крестиком прикольный он еще и немецкий классно вообще немецкая медицина будьте добры так хочу как называется пизет начало головорезы я рту купил новую да давай рака в песке раскатаем давайте выкатываемся так в бой начать опа подбор пошел парни мы против чайников каких-то смотрите там против нас зефирка сейчас будет первого лава чем эту зефирку поджарим будет маршмеллоу мужики вангую затащим в сухую да давайте сейчас все вперед я на артиллерии до прикрываю мне засвета нужны засветы засветы пацаны все вперед я тогда в обход по краю карты давай только покажите я всех размесу опа чича красавчик первый пошел по минус один лес какой красивый как я в лес не буду заезжать я же ягоды подавлюсь так давай через речку поедем танк помою заодно давайте этих телят по одному сейчас все стадо перещелкаю какой вид с горы классные деревушку видно подснежники какие подснежные назад обернитесь видите на соседней горе лошара стоит смотрите дулом скрутит там давайте это все огонь по нему ой салют так раз слышите это зефирка на меня несется это вернитесь кто-нибудь прикройте где тормоз то здесь это ранит меня на артиллерии прицелиться не могу ну а у него легкий танк ребята помогай вернитесь кто-нибудь защитите папу стрелять-то расстреливает меня но вернется кто-то вы чё своих-то бросили власовцы малолетние конечно иди покушай виталик конечно я неделю не жрал чтобы артиллерию купить ты мне сливаешь в первом бою ой загорелся как так-то очень просто все всем пока она подрастете поиграем ребят где-то зефирка я сейчас аудио запишу это зефирочка ты слышишь меня здорово рак малолетний слушай сюда ты знаешь кто я я тебе в реале приеду эти по башне настучу ты полете дуло дуло оторву ты писать и писать сидя будешь я я здоровый мужик 45 лет у меня трое детей жена силовики понятно надо на таможне работать дути-фри ты айпи твой сегодня пробью пробью эти вычисли наведаюсь к тебе ты будешь знать как арту таранить ты понял меня все беги теряйся или извиняйся да не извини а че извини там просто эти там у меня вот чё танки у тебя танки да а зефирка это ты что ли капитан зефирка новичкам дурачками везет не ну ты видела там у меня команда слабоумные отважные просто все вперед поехали и все ну и была бы нормальная команда мы потягались с тобой твои слабоумные ко мне в клан потянулись смотри да это блохи с больной собаки побежали ничего страшного там 54 человека уже так и че мне теперь делать салат сделай ну ладно ты меня тоже тогда примитым салат сделаешь приму давай так ну че ребятушки поехали зефирка на связи девушка мне мне 17 да это батя мой орёт он у меня ваще дикий так а где майонез так не мешай мне у меня бой давайте выкатываемся все я сейчас сначала до горы доеду там такие подснежники графиня ну что ж вы не гоните меня я давно хотел вам сказать вы вы самое теплое что здесь есть в связи с наступлением весны в алопаевском академическом театре отключили отопление а весна задержалась сергей геннадьевич мы отказываемся выступать в таком холоде да что значит в холоде на градуснике плюс 25 так это же нарисованный градусник из реквизита на настоящем около нуля зарплата сейчас у около нуля будет сняли шубы вперед это не шубы это фуфайки вы нам мало платите все что греет шуба на дворе стоял жаркий и знойный день графиня орлова шла с поручиком воробьевым в своем шелковом платье и маялась от жары поручи как же мне жарко я чувствую меня скоро хватит солнечный удар очень жарко так снимите же свою накидку я возьму удар на себя разбежалась мы женщины мы очень любим пострадать как же жарко аж трясет и кругом голова как вы думаете это любовь а температура какова 38 отойдите от меня что же вы не гоните меня я давно хотел вам сказать вы вы самое теплое что здесь есть мы завершаем страшную ошибку но все же как же хорошо я слышу как учащенно стучит ваше сердце зубы сюда коня я припаркую мой теплый буцефан графиня вы мне изменяли с чего вы взяли я вижу граф но я же встречаю вас я бегу к вам а я сижу на кухне и пью чай горячий граф вы предлагаю сделку ты мне коня а я тебе мадам а конь потеплее будет значит мне мадам граф как же радостно что вы приехали они пришли пешком как я скучала по вам наш конь наш теплый буцефал наглость все дуэль дуэль я с удовольствием бросайте же скорее перчатку нет по новым правилам все по-другому хорошо тогда будем биться на пистолетах я свой пистолет и заряжаю вот так вот заряди и мой тогда перчатку на ну чтож ваш пистолет заряжен очень мало он заряжен побольше надо так нормально здесь хорошо зарядить а больше смысле больше в прошлый раз у тебя было больше куда больше-то смотреть куда ну чуть-чуть важные мужчины из-за меня устроили такое давайте как барьеру ну за графиню загружения я попал и я попал но тепле не стало в баню с бабами не думал что скажу такое но в бане можно и без баб логей подождите а как вы здесь вы же должны появиться только в третьем акте ну не замерзать жизнь за и за пару слов графа убили в третьем акте господа обращайте граф вы куда на тот свет где света больше там больше и тепла но это ж третьем акте боюсь не доживу спасибо брат а там меня случайно не убили вас ранили смертельно у вас там монолог в одном белье на полчаса а я а вы должны были давно в оберок упасть да да яду естественно прекрасно от яду я ну что ж яд яд ох я умираю какой же это был хороший яд какой холодный пол и я совсем не помогает как же свет реально согревает да что ж с людьми такое происходит везде обман с ума сошлись слегка ну почему никто и никогда не остановит а обычных граждан с жкх вообще блин еще и свет отключили что за люди что такое а где телефон звонит дайте телефон ой папа смотри какая кошечка мат видишь люди уже детей привозят чтоб прикоснуться к прекрас у нас такая вот кошечка у нас лысенькая уже нормально микрофон не включил дочь не тормозит давайте еще раз зайдете давайте еще раз зайдете еще думаешь изменится что-то да это семейная у нас видно девочка в шоке от красоты обомлела все музыку ждать или мы идем зима что то что там деретесь что ли все в порядке все хорошо все все хорошо все все Это чё такое? А давайте, знаете, в чё играть? В чё? В эти, в как их? В пазлы. В пазлы, вот, точно. Переговори так. Скажи заново. Напилить, что ли? Что, забыл? Ну ладно. Один, один. Ты в прошлом номере, а я в этом. АПЛОДИСМЕНТЫ Надо, нужно, нужно всё сначала теперь. Надеюсь, нет, я очень холодно. Не, не хотелось бы покидать буцефала. Надо откуда-то достать эти перчатки. Сейчас достану, естественно, я достану. Я знаю, откуда достану. Я уже засунул. АПЛОДИСМЕНТЫ Графос, всё устраивает. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня ус отклеился. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас подойдём, Артём. Да разве ж это надо. А из тяжести ледышки даже ус пошёл... Ко дну. Ко дну, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас к тебе подойдут, Артём. Сейчас подойдут. Не только ус пошёл ко дну, но, похоже, номер весь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж вы, Дмитрий, главное, помните про свои слова. Поставьте же сюда стакан скорее. Ты выпил, что ли, уже? Я? Ты когда... Я не выпил. Намахнул. А. Извините. Ну, очень хорошо. Я не могу найти штанишки, сын. Погоди, я ещё не выходил. Ну давайте. Что? Так заряди и меня... А, ты зарядил. Я вот... Хорошо. Ваш пистолет заряжен. Войну обычных граждан за ЖКХ Арчхив. АПЛОДИСМЕНТЫ Блин, ещё и свет отключили. Я не знаю, что делать. Извините. Ну что ж. Играйте музыку. Давайте. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Это нужно. Давай, вот здесь вставать. Войну обычных граждан! Да подожди, вот сюда вставай. Давайте им ещё раз покажу. Смотрите, режем от головы, получилось квадратное. Режем от живота, получилось круглое. Тяжело резать, аж вспотел. Нож тупой. Вот это вот, смотрите. Ну как вы, вы одного и того же куска отрезаете. Да он тупой какой-то, что ли. Это в красной форме, я бы сказал. Значит, разные таблетки. Это и рульдак какая-то. Не, вспы, жарко мне от вас. От моего лекарства. Помогайте давайте. Это от живота. Это от головы. Это от чего? От горла. Вот, надо, значит, рассасывать её. Сосите. А если я не хочу сосать? Тогда почек. Ну что, здравствуй, детка. Что такое? А где телефон звонит? Дайте телефон. Дайте телефон. А то он невидимый. Сейчас, сейчас, подожди, зазвони снова. Ну что это, как, каким это таблеткам? На что это влияет, вы должны спросить. Да, на что-то. Вот так. Ну, при чём тут побочка? При чём тут побочка? При чём побочка? Он сказал, лекарству больше доверяют. Вот при том побочка. Ну, при чём побочка-то? А? И что, вы каждый раз придумываете побочку заново? Ты должен сказать. Поро. Поз Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, Надюша, ну что, начнем? Может, не надо слова? Надя, я решил, я сделаю. Точно решил? Не передумаешь? Нет, Надя, я решил. Я сделаю сам. Я соберу кухню сам. Славочка, это твой второй подход. Я знаю. После первого тебя с инфарктом увезли. Ну, во-первых, не увезли, я сам уехал. А во-вторых, все в порядке, все нормально. Я готов, я восстановился. Может, попозже все-таки? Я восстановился. Прекрати, все нормально. Два часа прошло. Ну и что? Все нормально, я тебе говорю. Все в порядке. Хорошо. Значит так, давай сразу договоримся. Перед тем, как ты начнешь собирать, мы договоримся с тобой, что ты не пинаешь кухню. Хорошо. Так. Мы не пинаем квартиру. Хорошо. Мы не выкидываем детали кухни в окно. Ладно. Также не материм меня, кота, маму и шведов. АПЛОДИСМЕНТЫ Ладно. Хорошо. И еще. Изобретатели молотка, крестовой отвертки и шурупов. Ладно. Хорошо. А еще ты не зовешь детей помогать, и потом с матом их не прогоняешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну хорошо, ну договорились. Все, ну давай уже. Не договорились, а под роспись. Давай, мне первого раза хватило. На, подписывай. Да что это такое-то? Договор составила? Договор составила, давай. Подписывай. Держи. Так, все. Давай, приступаем. Что у нас там, Надюш, от первой сборки осталось? Что я собрал? Дай мне. Вот. Ну ничего. Ничего. Давай, значит, по новой тогда мы начнем. Вот зря мы сборку не заказали. Там семь человек приезжают и собирают кухню просто. Семь человек, Надь. Ну, елки-палки. К Ивановым эти семь человек. Сколько они? Неделю провозились у них? У Ивановых. У меня нет столько времени. Мне нужно быстрее. Я вообще есть хочу. Давай, значит, так. Ты, значит, иди картошку чисти, а варить будем уже на новой кухне. Ну, мы 200 рублей сэкономили. Бери, трать на что хочешь. Интересно, на что это мы 200 рублей можем потратить? Давай тебе сапоги купим. Какие сапоги мы тебе? Мне на 200 рублей можем купить. Ну, в прошлое же сапоги мы тебе купили за 200 рублей. Так это было в 91-м году. Ладно, не хочешь ты? Давай я сам себе на 200 рублей что-нибудь куплю. Не надо. Ты себе на 200 рублей покупаешь, потом мы тебя прокапываем на 5 тысяч. Знаешь, серьезно, я могу покупать напитки дороже, но лечение будет одинаковое. Ну, зачем переплачивать-то, ну? Я не знаю, если ты во мне сомневаешься, Надежда, я могу вообще Николая позвать, чтобы кухню собирать. Не надо, Николая. Нам и кухню, и тебя с Николаем придется собирать потом. Вот ты меня еще благодарить будешь. Я, между прочим, 100 рублей уже на доставке сэкономил. Четыре дня ты доставлял. Извините меня, у нас 12-этажный дом. Мы на втором живем. И что? Зато 100 рублей в кармане трать на что хочешь. Я на холодильник хочу потратить, который ты поцарапал, когда коробки таскал. Да нормальный холодильник, там просто открываешь, в дверь головой упирайся, в полку, убери, что нужно, аккуратно, потом закрываешь. И все. Он работает, я проверял. Я не знаю, ну давай тебе что-нибудь на 100 рублей купим и все. Что это мы мне на 100 рублей купим? Шубу? Смартфон? Сережки? Я что, совсем дурак, что ли? Нет, конечно. Давай тебе сапог один купить. Будут деньги, да купим второй. Давай собирай уже. Ладно, давай собирай. Значит, давай, где инструкция-то? Вот инструкция, да. Так, ну, тут что, один листочек всего, что ерунда какая-то? Два, четыре, шесть. Ну, чуть больше, ну, подумаешь. Так, давай говори, на каком пункте мы остановились? На пункте один. Так, сейчас найдем, где тут один. Так, 532. 594. А, вот один. Вот. А, нет, это один, 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 один. Так, а, сейчас, секунду. Секунду. А, вот один. Вот, я нашел. Вот. Вот. Поздравляем с покупкой кухни. Спасибо. Спасибо. Вот, видала, первый пункт прошли. Четыре секунды потратили. Ты боялась. Давай, знаешь, чтоб быстрее было, ты читай, а я буду собирать. Ну, давай, значит. Ну, давай, не уверена, что будет быстрее. Давай. Возьмите две боковины по 90, соедините их полкой. Полку прикрепите к боковинам конфедератами. Конфедераты нужно завести в эксцентрик и провернуть. Ну, да, я так и думал, а дальше что? Запомнил? Да. Возьмите шлегеля, саргу и полунакладные петли и сформируйте по три на каждую стенку. В нижней части стенки установите подпятники и следите, чтобы подпятниками не пересекались с направляющими. Я сейчас Николаеву позвоню. Он недавно тумбочку собирал. Может быть, поможет чем? Тук-тук-тук-тук-тук. Алло? Коль, привет. Слушай, я тут кухню собираю. Можешь помочь? Ты же тумбочку собирал. Можешь? А, нет, не можешь. А почему? А, ты в психушке? А ты туда попал до сборки тумбочки или после? А, во время? А почему не позвонил? Телефон отобрали? А как ты сейчас разговариваешь? А, по ладошке. Я понял, вот почему я до тебя дозвонился. Давай, давай, поправляйся. Все, ага, давай. Давай, читай дальше. Установить провод заземления в ближайшем винтовом соединении от ножевой клеммы двери. Закрепить демпферы на шляпках конфирматов. Стержные полкодержатели. Крепить эксцентрики М6. Весь крепеж садить на Гровер. Надя, ты знаешь, мне кажется, что я сейчас договор могу нарушить. Так что ты, пожалуйста, бери маму, детей, кота и уезжайте из дома. Я как кухню соберу, я тебе позвоню. Славочка, я тогда зимние вещи возьму с собой. И купальники с плавками. И фотографию твою возьму, чтобы дети тебя не забыли. Надя, стой. Да. А что я тебе должен буду там за нарушение договора? А вот здесь все написано у нас. Ага. Вот смотри. Значит, ты мне должен будешь сережки, шубу и смартфон. То есть за нарушение договора я тебе должен буду сережки, шубу и смартфон? Да, ты все тут расписался. Долбаные шведы! Да чтоб вы стокриться с твоей поганой кухней! Чтоб вы провалились! Играй, что ты строишь! А в прошлом году участвовали в конкурсе «Самое считающее село». Я иж после этого дрожал, как осиновый лист, под капельками осеннего дождя. Чтобы рано не будить соседей, Петров переводит своего петуха в режим вибрации. Здорово, мужики! Здорово! Ну что, угадайте, зачем я вас собрал? Судя по блеску в глазах у председателя, явно опять в район гонял, да? А вот и! Да! Только бы не конкурс, только бы не конкурс, только бы не конкурс! Вот ну никогда я не понимал твоего пессимизма, а? Поздравляю вас! Мы участвуем в конкурсе! Да задрали уже твои конкурсы эти! Во-первых, не мои, а федеральные! А во-вторых, я не понял, вас что не устраивает-то? Что значит, что не устраивает? В позапрошлом году был конкурс этот, на самое культурное село! Ну, хорошо ж было! Что хорошего? У нас посевная встала! Потому что мы комбайн ремонтировали два дня вместо двух часов! Ну ничего ж непонятно без мата! Ну ничего! Ни что взять, ни куда сунуть, ни с какой силой ударить! Я, кстати, слово ударить только на второй день вспомнил! А в прошлом году участвовали в конкурсе «Самое считающее село»! О-о-о! Ты знаешь, после этого дрожал, как осиновый лист, под капельками осеннего дождя, как зайчишка, прятающийся в проталинке! Я этого бьянки ненавижу! А кроме него у нас в библиотеке ничего нету! Ладно, говори, чем у нас будешь унижать на этот раз! Да в этот раз все проще! В этот раз на выбор! Значит, первый конкурс «Самое трезвое село»? Сразу нет! Ну и второй конкурс «Самое толерантное село»? Это еще что такое? А это то, что надо положение читать! А в положении четко написано «Черным по белому»! Чтобы принять участие в конкурсе «Толерантное село», в каждом селе должен быть один гей... Подожди, 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 подожди... В смысле один гей? Геев как минимум должно быть двое! Ну, чтобы понять, что он гей! Ну, так значит, они не разбираются там в городе-то? Надо им указать ошибку в геях! Значит, два гея, один негр и одна феминистка, вот! Это что такое? Феминистка? Ну? Это баба, которая борется за права всех женщин! Ага, а у нас права только у Клавки! Но она бороться не будет! Она одной левой камаз поднимает, пока колеса меняют! Какой дурак пойдет с ней бороться? Надо, мы с феминисткой разберемся! Кто геем-то будет? А что, село большое? А что, геи не найдем, что ли? А что, смотрю, ни у кого пока глаз не горит! Добровольцев, я так понимаю, нет, но что? По старой схеме? Что изобретать-то? Велосипед! Тянем спички! Давай! Длинная! Ага! Длинная! Противный! А чего он все время спички держит? Я не понимаю вообще! И тогда, когда это самое культурное оселота, финал, Тебя молотком бьют по пальцу, и ты должен был, понимаешь, Только из словаря Ошегова, значит, словами отреагировать! Но это спички держал! В этом читаемом селе, когда надо было, два тома выучить бьянке, Это тоже спички держал! Сейчас опять он держит спички-то, а? Походу, один гей-то у нас уже есть! Хотел как лучше! Послушайте, а ведь конкурс «Самое трезвое село» не так уж плохо! Вот, и второй гей у нас тоже нашелся! Нет, погодите, мужики! Ну, смотрите, конкурс же называется Не просто «Трезвое село», а «Самое трезвое село»! Значит, нам не нужно быть трезвым! Нам нужно просто быть трезвее остальных! А в нашем регионе, Где сосредоточены 4 пятых запасов сахарной свеклы И самогонных аппаратов, Это не так уж сложно! Я даже не удивлюсь, если нам придется не пить только до обеда понедельника! Да нет, ну не, нет, ну что, нет! Да ну вы что, мужики? Ну главный приз 100 миллионов, а? Мы же на эти деньги мост построим! Клуб отремонтируем! Да в конце концов, магазин новый построим! Винный! Естественно! Точно! Давайте пробовать! Начинайте! Пока! Прошло некоторое время! 5 o'clock, джентльмены! Время пить... Чай! Ну что, у кого как день прошел? Я вот... Вязать... Научился... Как настоящее! Холодненькое! Да нет, ну... Так-то в принципе ничего проводим время, да ведь? Вот так вот вытащишь камаз в одного из грязи, забуксовавший! Так проводишься целый день в грязи-то по поясу, придешь домой, грязный, мокрый, холодный, голодный, весь прямо вот в грязище в этой, сядешь за стол, как хлопнешь в стакан молочка с пряничком. А я грибов насобирал. Ну так это ж мухоморы. А я не чтоб есть, я чтоб не пить. Коля, Коль, ну что, пойдем домой-то? Пойдем-пойдем, сейчас приду скоро, давай. Давай. Ну, Колян, ты даешь. У тебя что, Людка, опять? А что еще делать-то? Я ж не пью. Ну что, будете, хорош печалиться, хорош грустить. Из района я с новостями хорошими. Итак, актуальная таблица соревнований на сегодня выбывает из соревнований «Марамзино». Кайф какой, а что случилось? А что случилось? У них Колька из армии в отпуск пришел. Шиповаловка тоже, кстати. А Шиповаловка что? Он в отпуск «Марамзино» через Шиповаловку пошел. А вот с Головырина пока вот, ну, наздря в наздрю, наш вечный соперник. Ну, че, не выдержу я, ну, не выдержим мы, ну, ребят, ну, прям я. Да потерпите, мужички, ну, потерпите. Ну, немножко ж осталось, да? Ну, сколько там, сколько там осталось? А сколько, а сколько? Сейчас посмотрим-ка. Да всего-то осталось 363 дня. Алло, кого? Чего? Ну, не будет у нас винного магазина? С какого? Головырицкий и Кольку из отпуска. А обратно в армию через наше село понесли. Твою налью! У нас серьезный бизнес. Очки для собак. Ну, знаете, вот это, за усами чесунцами. Внимание у пассажиров рейса Су-1404. Выдача багажа будет производиться на ленте номер 6. Здрасте, здрасте. Здрасте. Встречаете кого-то, да? Да, встречаю. Маму. Зану. А, девушку. А, извиняюсь, рейса из Москвы. Радуга-дуга. А, девушку встречаю. Девушку. Сура, вас как? Какая разница? Как сказано, с Олег. Ну, что-то не Олег, я Сергей. Сура. Здравствуйте, Шура. Тоже встречаете кого-то? Да, получается, это за вас, девушку. Че? А, да не, 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 вы не подумайте ничего такого. Просто такая ситуация. Я, короче, все время утром, когда из дома выхожу, беру с собой денежку на автобус, чтобы доехать из дома, а потом вернуться домой. Вот. И, короче, нет, не то чтобы я, типа, такой романтик, выхожу из дома, хлопаю дверями, вот так делаю волосами и говорю, к черту это дыру, навстречу к приключениям. Нет, просто тут такая ситуация, у меня денюзык, как раз хватает на автобус туда и обратно домой. И ровно на 31 день. Вот. Я, короче, в плюсе, только в феврале. И тут там какая-то непонятная блуда с этими днями, и кто 28, то 29, непонятно. Че там непонятно просто, високосный год, раз в 4 года, 29 февраля, все, че? Что? У этой блуды все, какая-то система есть, что ли? Вообще ужас, конечно. Подожди, че ты мне зубы заговоришь? Ты почему мою девушку встречаешь? Да не, не, погоди, все не факт. Твою как зовут? Ксюша. Ага. Тогда совпадает, мы оба встречаем твою Ксюшу. Да всуешь ли, ёмару? Ну какой это ты глупый. Смотри, есть ли такая тема, ну типа, друг моего друга, мой друг, да? Вот, и тут такая же ситуация, девушка моего друга, моя девушка. Че ты, че ты? Я говорю, друг моей девушки, кто за мой друг? Да что такое? Это тоже какая-то блуда, как с февралем, да? Вот не удивлюсь, если тут какая-то есть система, типа, ну знаешь, раз в четыре года, это не твоя девушка, а моя. Че ты, на, какой ты тебе друг вообще? Я тебя первый раз вижу вообще, ты че? Блин, Серега, ну ты приколист. Я два раза представлялся тебе. Смотри. Серёжа? О, ничего себе, Ксюша, такую можно было ждать. Это не Ксюша. Серёж, привет. Привет, привет. Тысячу лет не виделись. Да, да. А я тебе писала, а ты мне что-то не ответил. А я там... Кого встречаешь? Да, я... Да, мы коллегу встречаем, офтальмолога собачьего из Москвы. А что такие бывают? Конечно, у нас серьёзный бизнес. Очки для собак. Ну, знаете, вот это, за усами че шунцами. Никогда не слышала. А у своей собаки, спросите, она, наверное, в курсе. А у меня кошка. С кусками не работаем. Капризный клиент, они когда умываются, всё время очки скидывают. Серёж, ну как ты вообще? Наверное, семья, дети уже, да? Да нет, какая семья? Ты что? Мы с Серёжой ползли в работе. Вообще, с ног до головы в этих собачьих очках. Ты сама-то как? Да, ты так хорошо выглядишь вообще, да. Спасибо. Да я ничего, вот квартиру купила, ремонт делаю. Ой, какая молодец, квартиру купила. Слушай, а машина у тебя какая? Я решила, сначала ремонт сделаю, а потом уже машину куплю. А, ну всё, ну тогда рады были повидаться. До свидания. Серёжа, прощайся. Ладно, пока, Серёж. До свидания, да. Звонимся там. Серёжа. Ну ты, Солунишка, а? Снова встречает тут Кьюзу. А у самого вон, запасной аэродром с квартиркой. Чё тебе надо? Чё тебе надо? Я тебе заобъясняю. Ехал я на автобусе домой. Закемарил. Просыпаюсь, аэропорт. Дальше только на самолёте. А мне не надо на самолёте. А на автобусе, чтобы снова поехать, у меня денежка кончилось. Довезёшь до города? Нет. Пожалуйста. Нет. А если Ксюса узнает, что она не твоя девушка, а собачий офтальмолог из Москвы. Слышь, только брятней что-нибудь при ней. Да, я понял? А-а-а, Ксюса, привет! А мы серьёзно тебя ждём, главное думаем, когда же ты придёшь? И заполнись своей красотой вот это всё просран... Про-сран... Про-с-ты... Про-с-ты... Раны-ты... Помещение! СМЕХ Серёж, это чё за Шрек? Это... Одноклассник мой, мы вместе за одной партой сидели и... Ну стоп, поехали! Куда поехали, Серёж? Слушай, давай его до города закинем, а? Серёж, у меня бэха, а не катапульта, чтобы вот таких за городские стены закидывать. Я просто переживаю за него, хотел помочь просто. Да не переживай, сейчас к нему придут лев с железным дровосеком, и они пойдут за помощью Гудвину. Всё, давай, прощайся, догоняй. Да, алё, я. Ну что там с собакой? Ну что, очки теперь покупать ему? Ну что ж вы, ну... СМЕХ Не сегодня, всё. Да, знаешь, Серёжа, я посмотрел, конечно, на твою Ксюсу. Уж лучше бы радуга, нуга. Знаешь, зато я на бэхе до города поеду, понял? Серёжа, по-моему, ты переплачиваешь за проезд. СМЕХ Ладно, что там у нас? 22.30 Санкт-Петербург. Ждём людей с культурной столицы, чё. А Серёжа уже ушёл, да? О, да, его утащил собачий офтальмолог уже. Наверное, зрение меряют в приюте собачь кому-то. Ладно, я тоже тогда пойду, а то у меня уже такси приехало. Да, да вы что, давайте я вас провожу на машины. Поболчаем, пока до города едем. Вы, кстати, слышали что-нибудь про слуховые аппараты для косточек? А что, у них плохой слух? Нет, вы думаете, они просто прикалываются, когда делают вид, что вас не слышат? Вы их где, кстати, зовёте? Я на Патриарших прудах. О, я тоже там рядом, в Измайлова. Люба, ну чё, ну? Вообще, я ничего не можешь сделать. Даже не думай. А как она это делает? Если обидеть радионяню, она распустит радионюни. Ну вот, поставили радионяню, можно больше не беспокоиться. Да, и не ходить к ребёнку каждые пять минут. Да, на. Тим, иди посмотри, а? Так тихо же. Ну, это и напрягает, а? Ну, посмотри. Капец. Слоняра, ну что ж ты делаешь-то, а? Люба, ну чё, ну? Вообще, не в жизни я ничего не можешь сделать. Даже не думай. Ага, да как она это делает? У нас чё, у нас чё, медианаблюдение установлено, что ли? Женская интуиция у нас установлена. Всё спит. Пошли. Сержант, 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 мы задерживаем особо опасного преступника, он уходит. Радиоволну, ментов поймали, походу. Сержант, сержант, ты слышишь меня? Чё, пьёмка разбудили, да что ж такое-то, а? Наш спит. Почему мы его упустили? Не реви, сержант, не реви. Может, чистоту поменять? Ну да, поменять. Давай. Всё, и там тоже поменяю, ладно? Поменяй, да. Ну, конечно, поменяю. Даже не думай. Люба, привет. Привет, привет. Ой, я ребёнка со своим оставила, сердце вообще не на месте, но у меня дело к тебе очень важное, очень важно. Давай, давай. Как ты яблочный штрудель готовишь? Смотри, нужно брать красные яблочки, это очень важно. Наташа, приём. Потому что красные яблочки. Приём, Наташа. Приём, приём, я слышу вас, приём. Ребёнку нужен пищи, приём, приём. Приём, приём, пищи в холодильнике, приём. А, приём, пищи принят, приём. Да, красненькие яблочки, это очень важно, потому что зелёные, они кисленькие. Наташа, приём, это Георгий. Наташа. Георгий, слушаю вас, Георгий. Наташа, ситуация критическая. Противник перешёл в наступление. Нам не хватает подгузников. Мы под обстрелом. Как понял меня, Наташа? Понял тебя, Георгий, крепитесь. У тебя есть подгузники? Я тебе дам, конечно, знаешь. Подкрепление скоро уже. Понял, Наташа, очень ждём. Наташа, в общем, смотри, зелёные яблочки, они кисленькие, иначе придётся сахар добавлять, сахар детям нельзя. Поэтому красные яблочки ты очень-очень мелко режешь, и в самое-самое на дно сначала маслицем немножко смажем, и потом... Наташа, он хочет к маме. Поднеси рацию к нему. Делаю. И кто это у нас такой маленький? Кто это у нас такой сладенький? А-а-а-а-а? А-а-а? Такая удобная штука вообще. Ой, не говори, не говори. Ну и что там с яблоком? Да, берёшь эти яблочки, и очень-очень мелко... Тихо. Слышишь? Чего? Ну, кормит, наверное. Ага, кормит. Жрёт он. Так, давай, тихонечко сюда. Давай, дай руку. Да вот, на, держи, хватай. Давай, всё, пролез. Давай сюда, ага. Давай. Есть, всё. Давай, открывай. Его нету там? Он к твоему через балконы перелез, что ли? Ну всё, я молоко ребёнку твоему налил. Вон, видишь, молоко наливать, я же говорю, кормит. Ну давай за это и бахнем. Давай, за сына. Давай, за сына. Они там о детях думают. Ага, о детях. Бухают они в детской. Так, всё, так, сейчас я ему тут устрою. Так, кто-то перелазит-то, господи. Что это происходит? Что это? Что это? Где это? Смотри, что это? Идёт, на, капкан, капкан, давай, ставь капкан. Капкан, давай, быстрее, давай, уходим. Уходим. О, да, Наташа, Наташа, Наташа. Сам пришёл, Наташа. А где Люба? А Люба к вам, папаша? Да, вон, да. Вы чё? Скотч на двери, это капкан у вас, что ли? На чудовище. Ну что ты кричишь-то? Детей же разбудишь. Ну правда, Люба, ну детей разбудишь. Детей? Чё это тут у нас? Это дети у нас, да? Это очень хорошо. А у тебя тут что? Аккуратнее. Ты что ты делаешь? Извините, пожалуйста, вы, ребёнок. А как, не так надо? А где голова? А я думал, а какая разница? Головой надо... Тихо, 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 тихо. Не реви, сержант, не реви. Зачем я пошёл в полицию? Тихо, 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 тихо. Спасибо, товарищ майор. Вы меня очень успокоили. Да я ничего не говорил. Походу, кто-то подключился к нашей волне. Что? Кто-то ещё купил радионяню той же серии? Да, давай пробьём по базе. Быстро найдём этих американских хакеров. Чё делать-то теперь? Чё делать? Выкинуть нужно эти рации. Мы же матери, а это наши дети. И нельзя доверять воспитанию наших детей каким-то бездушным машинам. Нужно дать им личное общение. Как это было испокон веков. Будем следить за своими детьми сами? Алё, мам. А посидишь с Антошкой сегодня? А мы в кафешку. А мы в кафешку поедем, да. А куда я подхожу? В нашу космическую программу. Ух ты! Ничего себе! Да. Я даже в армию не подходил. В Чите. Странно, вы тоже сравнили Читу и космос. В Чите-то сложнее выжить. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь проходит кастинг. Да. Здесь. Фамилия ваша? Фамилия? А я не помню фамилию. Пока вы нам подходите. А куда я подхожу? В нашу космическую программу. Ух ты! Ничего себе! Да. А я даже в армию не подходил. В Чите. Странно, вы тоже сравнили Читу и космос. В Чите-то сложнее выжить. А куда полетим? Мы полетим на Марс. На Марс, это? Да. Это хорошо, это можно. Я вот на Меркурию, я бы не полетел. Это потому, что ближе к Солнцу, а меня на Солнце развозят. Я вообще последние 10 лет июня не помню. А сколько лет лететь? Лететь 4 года. И все 4 года вы будете находиться в анабиозе. Это как? А в астронавта вводится трубочка. И все 4 года в астронавта поступает спирт. Вот сейчас принципиальный вопрос. С какой стороны в астронавта вводится трубочка? А это все зависит от состояния того, кто будет вводить трубочку. Ладно, я согласен. Главное, чтобы анабиоз не прерывался. Не беспокойтесь, это не прервется. Это единственная рабочая система анабиоза у нас в стране. А почему, собственно, выбрали именно меня? Так а кто еще-то? Бабка до вас была, так она не успевает вернуться, у него 12-го пенсия. А детей мы сами выгнали, они пакеты полиэтиленовые жгли и в нас кидали. А кто тогда у вас отвечает за программу? А за программу отвечает Илон Маск. А он в курсе, что он отвечает за программу анабиоза? Да, он как раз ее сейчас тестирует. Вот он. А это точно Илон Маск? Да. У него на футболке НАСА. Ну и что? У меня тоже в подъезде в лифте каждый день НАСА. Но никуда не летит, но только ходит до девятого этажа и все. Вы не поняли, у него на футболке НАСА. Да я все понял. Если я полечу, у меня тоже будет НАСА? А это я не знаю. Это мы проверим. А это точно Илон Маск? Да, точно. У него машина без бензина. Тысла. Москвич. Мы в нем от собак прячемся. Ничего же вы сразу-то не сказали. Что это Илон Маск. Илон. Илон Ша. Когда запускаем программу космических туристов? Он говорит, что давление спирта в трубочке падает. И он может выйти из анабиоза, а ему это не хочется. Сейчас мы подкачаем. А какая наша миссия? Мы, значит, полетим на Марс и постараемся заселить Марс людьми. А, то есть мы повезем тысячи пробирок с землянами? В идеале да. Но если не получится, мы постараемся заселить Марс естественным образом. Я, может, что-то не понимаю. Но мы же втроем летим. Все три мужчины. Да, будет тяжело. Но в Чите было бы тяжелее. Я согласен. Отлично. На каком корабле полетим? А мы сначала, пока не знаем, мы должны добраться до Владивостока и только там сядем на корабль. Главное, чтобы не деревянный и не парусник. А, мы будем есть из тюбиков. Да, мы обязательно будем есть из тюбиков. Мясо, борщ, котлеты. Нет, зубную пасту, крем для рук и клей. Это единственное, что я нашел из еды в тюбиках. А чем же мы будем чистить зубы? А мы не будем чистить зубы. Они у нас выпадут при перегрузках, когда мы будем прорываться на корабль во Владивостоке. Слава, для тебя главный вопрос. Да. Что по денежке? Значит, по денежке. Каждому из нас Илон заплатит по 4 триллиона. М-м-м, я посчитаю. Это после налогов получается где-то по тысяче, да? Я согласен. Ну, учтите. Мы можем не вернуться. А зачем мне возвращаться, у меня будет тысяча? Тогда вылетаем. И немедленно вылетаем, а то опять участковый придет и закроет нашу космическую программу. Он же два раза ее закрывал. Да будет очень обидно, если из одного человека в погонах закроется от своей недальнего космоса. Ну что, пойдемте, я вам трубочку ставлю сейчас. Пойдемте. Да. Илон, вы идете с нами? Да, я вернусь. О. Илон ушел, а нас осталось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Так-так-так-так-так-так-так-так. Так-так-так. Все. Зарядка села. Однажды на яске посреди Средиземного моря. Хорошо, хорошо. Не останавливайся, детка. Стоп, стоп, стоп. Дима, ты слова забыл? Нет? Не забыл? А что такая пауза? У тебя там текст дальше. Я как бы играю. Мне кажется, тут пауза необходима просто. Дима, соберись. Давайте, пожалуйста, еще раз сначала. Давайте. Однажды на яхте посреди Средиземного моря. Хорошо. Да, вот так. Вот так, детка, давай. Дим! Что происходит? Что? Что, что? По сценарию, вот, ты говоришь. Скучно с вами, девчонки? Парни, идите-ка вы сюда. Мы выходим. Ну, я же не сказал, вы что выперлись-то? Логично, ладно. Ну, ждем тогда. Ждите, что ли. Думали, ты забыл, что-то. Однажды на яхте посреди Средиземного моря. Спасибо, детка. Да, хорошо. Ну, так что? Что? Ты будешь говорить, что тебе скучно? Ну, мне не скучно. Ну, реально, не скучно. Блин, мы же репетировали, все же нормально у тебя было. Мы репетировали без девчонок, там сокол стоял вместо них, обозначал. Только сокол стоял, вообще скучно было. Прямо вообще скучно. Ну, я не могу сейчас сказать скучно, понимаешь? У меня глаза горят, ну, весь зал, а видно, что мне не скучно. Ну, я же не Станиславский сыграть скучно, когда не скучно. Вот потухнут глаза маленечко, я тогда как бы скажу. Ну, давай, чтобы они потухли, а то мы тебе сейчас их потушим. Давай дальше как бы по сценарию. Берешь коктейль, отпиваешь и говоришь по тексту. Ну, все. Вот, отпивая, сразу говорю фразу. Да, да. Слово пацана? Все прямо, вот. Все, давай. Однажды на яхте посреди Средиземного моря. Не-не-не, я за рулем не пью. Димон! Что? Что, какой не пью? Это да нет сценария. Ну, я импровизирую, что? Слушай, импровизатор, может, и по тексту все-таки, а? Неужели ты не понимаешь, что нам тоже уже очень давно хочется на яхту? Ладно, все, пустя, сейчас скажу. Все, давайте. Скучно что-то с вами, девчонки? Эй, парни, идите сюда! Здесь? Коктейль, коктейль, надоел. Давайте, сгоняйте-ки в трюм за пивком, а? Давай. В трюм за пивком сгоняйте, ребят! Эй! Что вы стоите-то? Вот, написано. В трюм за пивком сгоняйте. Уходят оба. А мы, может быть, тоже импровизируем? Угу. Что здесь импровизируем? Нам там пиво дальше нужно. Давайте, где пиво возьмем? Мы заказали его сюда. Как ты заказал? Мы в море находимся. Какая доставка может быть в море вообще? Ты что? Квадрокоптером! Да, наверняка изобрели какой-нибудь новый квадрокоптер. Да, сейчас принесет. Правильно я говорю? Как вас зовут? Привет всем! Так, Сокол, подожди. Тебя вообще нет в этом номере. Ты кто вообще? Ты что? Я квадрокоптер. Это доставка. Вот пиво, пожалуйста. Спасибо. Так, 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 так. Ну, все. Зарядка села. Останусь здесь. Все, спасибо. Тебя как зовут? Все, давайте, погнали уже, давай. Однажды на яхте посреди Средиземного моря. Рома, ты что, как? Че? Как ты тут оказался вообще? Ну, ё-моё. А я пешком же пришёл. В смысле пешком? По воде, что ли? А-а-а. Ну да, я же, я святой. Я, значит, иду такой, как было-то, гуляю по воде, смотрю, квадрокоптер с пивом летит. Я думаю, ну-ка гляну, куда он полетел. И вот интересно стало. А ты здесь, что ли, я тебя потерял-то? Э-э-э-э, Роман, ну-ка, давай-ка, Роман, святой. Ты же святой. Ну? Ну тебя вообще, как бы, девчонки вообще не должны интересовать. Ты же святой. А я что-то не подумал об этом. А ты подумай, подумай. Вот иди погуляй там по воде. Что, давай. Однажды на яхте посреди Средиземного моря. Музыка, музыка где? Серёга, музыка. Слушай, а что, не надоело одна и та же музыка, а? Ты же что, другую поставишь? Девочки, какую музыку предпочитаю? Слышь, музыку поставив, любую, которая тебе больше нравится. Я даже не знаю, какая мне больше нравится. Всё, иди музыку ставь, блин. Всё, хорош. Погнали, давай. Однажды на яхте посреди Средиземной пустыни. С вершом что не так? Ой, Зиди, не то сказал, что ты вообще... Серёга, ну ничего страшного, ошибся, ошибся. Мы тебя простили, иди. Ну как это ничего страшного, Сергей? Чё? Опозорил вас на всю страну. Давайте как-то поругайте, я не знаю, я полностью открыт для критики. Девочки, я обычный русский олигарх, Сергей Иванович. Для вас можно Серёжка. Слышь, Серёжка, у тебя двое детей. Дима, они взрослые, они поймут. Так, всё, хорош, давайте. Всё, больше на яхту никто не попадает. Всё, погнали. Не отвлекайся, Серёжа, погнали. Однажды на яхте посреди Средиземного моря. Это Антон, он оператор экрана. Всё, ты посмотрел, лес включился. Всё, давай, иди отсюда. А я, значит, охотовед Роман. Чё вы тут делаете? Посреди заповедника на яхте. С пивом, со сломанным квадрокоптером. Сергей Иванович, приветствую. Ну, здорово. Это с вами все? Дочь со мной. Ага, понял. С остальными, значит, разберёмся чуть позже. Зайки, пока в загон, давайте. Пойдёмте. Всё, 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 все обратно. Чё, Ром, ты чё? Чё, это бардак? Уважаемые зрители, извините, пожалуйста, я режиссёр этого шоу. Дело в том, что вы видите, конечно, номер явно недорепетирован. Это моё упущение, извините. Поэтому мы прямо сейчас отрепетируем при вас, да? Девочки, идите сюда, пожалуйста. Сокол, как на репетиции обозначает девушек. Так, хорошо? Так, репетируйте. Ну что, девчонки, хотите посмотреть «Закурися» настоящего шоу? Да. Прошу. Давайте я пройду, покажу, как у нас заповедники. Мы тут всё, проходим. Давайте проходим, проходим, проходим. Однажды посреди Средиземного моря. Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы, шпалы. Да, детка, давай. Бухать будешь? Обязательно. Красивее не становишься вообще. Скучно, девочки. Ребята, идите сюда. Ребята, сюда идите. Где вы там ходите, ребята? Я, по-моему, узнаю, где они. Как лохов, развели нас. И что в трусах? В смысле? Ты же сама СМС-ку написала. Вот, приезжай быстрее, будем делать Вите брата. Автозамена, блин, Валера. Приезжай быстрее, будем делать Вите укол. Ё-моё, его запал, зря потратил. Бесплатного доктора зовут Айболит, а платного Айсамо пройдёт. Айсамо пройдёт. Ё-моё, Валера. Чего? Ты что в трусах? В смысле? Ты же сама СМС-ку написала. Вот, приезжай быстрее, будем делать Вите брата. Замена, блин, Валера. Приезжай быстрее, будем делать Вите укол. Ё-моё, запал, зря потратил. Ладно, а что за укол? Без меня бы не могли обойтись, что ли? Вообще-то ты его отец, и ты должен его поддержать. Ну, или поддержать там, как пойдёт. Чего за укол, говорю? Да там для иммунитета, у него иммунитет слабенький. Доктор прописал какой-то хороший. У него, вон, смотри, какой прививочный сертификат у него. Ничего, он у нас привит тут. Да. Жёстко как. Может, на выставке его возить будем? Ну, чё, первое место Пудель, второе Шпиц, третье Виктор. За такие деньги можно и второе место. Какие такие? Ну, 3 500 стоит укол. Сколько? 3 500. Его чё, сама Голикова приедет ставить? 3 500. Куда его хоть ставить-то? Ну, куда уколы ставят? В попу? Понятно. Значит, все кто-то вкладывается, я не знаю, в криптовалюту, а мы в Витину попу. Отлично. Как его потом по этой копилке бить вообще? Заходите, открыто. Здравствуйте. 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 Так, ну где ваш ребёночек? А, да, а где Витя-то? Раздевайтесь тут, как бы. Спасибо. Ага, тут, да, ситуация. Так. Вылезай, Витя. Вылезай давай. А зачем вылезать? Так очень даже удобно. Господи. Витя, а чё у тебя там за бумажки сыпятся? За вещание? Чего? А чё всё маме? Спокойся ты, Витя, ну чего ты так напугался-то, ну? Капец, хоть бы какую-то вшивую машинку мне. Валера, ты на полном серьёзе сейчас будешь детское завещание обсуждать? Витенька, ну какое завещание? Ну, спасибо, сынок. Сыночка, укольчик это совсем не больно, правда. Это как комарик укусит, да? Да ну чё? Этот комарик так вообще... Всё самое плохое он мне делает вообще. Как укусит комарик, как зуб просверлит, так комарик, как в глазу пощипит, так комарик. Чё ему сделает? Чё он за мной охотится-то постоянно вообще? Слушайте, доктор, а вы же опытный человек. Может, есть какой-нибудь хитрый способ поговорить о вот... Ну вот есть что-то, что вы ему всегда запрещаете, а он очень хочет. Есть. Ну вот разрешите ему один раз. Витя, ладно, так и быть. Можешь засунуть пальцы в розетку. Так, стоп, сначала укол. Только не надо. Ну, Витенька, давай. Всё, что хочешь, проси, мы после кольчика тебе всё сделаем. Всё, что хочешь? Да, говори. Хочу в комнате не убираться. Хорошо. Всё? Какое всё? Берите ручку, бумажку записывайте. Ну ладно себе. Правда? Лучше записать, а не дай бог что-нибудь забудем. Ага. Ну. Пиши. В комнате не хочешь убираться. Так. А розетка ещё, розетка. Чуть самое главное-то не забыл. Пальцы в розетку. Всё? Нет. Ещё хочу кровать не заправлять. Кровать. И зубы не чистить. Так. Хорошо. Хорошо. Ты чё соглашаешься это на всё подряд? Так а чё, пока бесплатно всё? И чё пиши? Это новый телефон, машинку на радиоуправлении и робота. Слушай, а неси скотч. Скотч не хочу. Да нет, мы тебя свяжем сейчас просто и всё. Хочет он чё-то. Чё? Витя, иди сюда. Виктор. Витя, ну ты же понимаешь, что если ты не поставишь укол, ты больше не увидишь ни компьютер, ни приставку свою, ни планшет. Только и умейте только отбирать. Да при чём здесь отбирать? Ты ослепнешь. Ну вот, надумал. Да господи. Вытаскиваем подушку, подставляем попу и делаем уколчик. Не буду я. Так, я сейчас игрушки все твои выброшу. Тогда я ваши игрушки выброшу. Он чё, в спальне у нас был? Я говорю, надо было прятать лучше. Так, Витя, уколчик. Я не буду ставить один. Если чё, кто-нибудь поставит, только я тогда тоже буду ставить. Всё. Ну папа сейчас поставит. Ты чё, гонишь? Чё? Я же с детства уколов боюсь. Ты его отец и должен подавать ему привер. Давай. Ну ладно, тогда бери листочек и ручку записывай. А чё это, доктор, вы же мне не будете за 3 500 колоть? Нет, могу витаминки за 300. Чё за витаминки? Не знаю, поэтому и за 300. Ладно, чё, давайте колите. Вот, смотри, Виктор. Давайте. Оооо! Ой, не больно ни капли. А-а-а, и даже хорошо как. Ой, прям понравилось. Давай, Витя, сейчас ты. Сейчас мама. Сыночка, ну маме же не нужен уколчик. Давай, давай, ставь, тем более там есть куда. Ты не почувствуешь. Давайте сейчас вот аккуратненько. Пожалуйста, да? Хорошо, да? Ооо! Ооо! Папа был прав прям. Конечно. Вообще не больно, сыночка. Ооо! Ооо! Ну вот, сынок, видишь, все, все поставили. Теперь ты. Давай. Нет, не все. Здрасте, приехали. Доктор, ну пожалуйста, мы уже на финишной прямой. Да вы чё издеваетесь? А кто мне ставить-то будет? Я могу, снимайте что-нибудь. Ай-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и! Больно-то как-то как-а-а! Ооо! Доктор, вы чё, не могли не орать, что больно? Ну а что я сделаю, если правда больно? Вы нафига вообще себе ставили? Это вас не видно было. Здрасте, приехали на халяву себе. Витамины-то чё не поставить? Ладно, есть один способ, но будет стоить пять тысяч. Давайте, уже согласны, любые деньги. Открывайте диван. Так. Я, значит, туда лягу. Вы посадите своего сына ягодицей вот сюда. Так. И придержите. Все понятно? Сработает точно? Да точно сработает. Я на этом способе на двушку заработала. Давай, давай, человек. Так. Ну что ж, до свидания. Всего доброго. Да. Ну, не получилось так, не получилось. В следующий раз тогда. Как-нибудь потом. Что, ушла эта еболитина? Да ушла, ушла, Витя. Попрощались. Ты что так напугался, сынок? Садись. Нет, я, конечно, все понимаю, что ты напугался, потому что ты маленький. Но ты должен мне, сын, пообещать, когда ты вырастешь, ты ничего не будешь бояться. Обещаешь? Хорошо. 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 Готово. Что, так больно, сынок? Предательство хуже любой боли вообще. Да ладно. Витя! 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 Не надо! Не надо! А мне приснилось, знаешь, что, как будто крыса большая очкастая ко мне ходит. И жрёт у меня всё, и жрёт, и жрёт, и печенье жрёт, и сушки жрёт, всё жрёт, а банки не возвращай. АПЛОДИСМЕНТЫ Юрочка! А? Вот если банки снятся, то это к чему? Это к тому, что их надо возвращать, Тома. Я по соннику, а не по понятиям. А мне эти твои сонники не нужны. У меня знаешь, какой опыт? Я 68 лет, только и делаю, что сплю. Ага. Вот спроси меня. Ну давай, давай, вот черви к чему снятся? Черви к рыбалке. Веник? Веник в бане. Котлета? Котлета к туре. Цветы? К горшку. Ключи. К замку. Зонт? К дождю. Фигня какая-то. Я тоже так могу. Ну давай, попробуй. Давай. Подушка? Кровати. Неправильно. Подушка к одеялу. Шапка? К голове. Нет, неверно. Если голова снится, то это к шапке, а если шапка, то к шарфу. А если шарф, то это к шапке? Нет. Если шарф, то к шее. А к шее шапка. Нет, шея к голове. А голова к шапке? Иди домой, я устала, дура, спать хочу. Ты чё такой говоришь, устала она? Байден в твоём возрасте страной руководить собрался. Вот знаешь, что мне приснилось? Мне вчера приснилось, что ко мне жаба такая пришла, большая, запрыгнула ко мне вот сюда вот, на грудь, лапки положила на горло и душит. Это к чему? Так это не сон. Это мне вчера пенсию принесли. А к тебе почтальон не дошёл. Ага. Да. Всё, поняла. А мне приснилось, знаешь что? Как будто крыса большая, очкастая ко мне ходит. И жрёт у меня всё. И жрёт, и жрёт, и печенье жрёт, и сушки жрёт. Всё жрёт, а банки не возвращает. Это, наверное, просто не надо было у этой крысы и денег занимать, и не отдавать. Вот она ходит к тебе и пытается на эти три пятьсот у тебя нажрать. А чё у тебя нажрёшь-то? У тебя из еды только яблоки, и те на шторах. Так она их тоже пожевала. А мне знаешь, что приснилось? Что? Как будто одну бабку хулиганы в подворотнике сумкой на колёсиках избили. За что? А я не знаю. Я на этом месте проснулась от радости. А потом вечером, когда заснула, они до сих пор её бьют. Мне даже жалко стало. Чё люди целый день кулаками махали, устали наверх. Чё-то у тебя в этом сне бабка слишком на меня похожа. Да она в начале походила, а во второй части уже не похожа на себя была. А мне знаешь, недавно кошмар приснился. Чиновник приснился из администрации. Так. Вот, он выступает по телевизору и говорит, вот, всем пожилым людям положена надбавка в размере, и вот тут я проснулся. Какой размерик-то надбавка? Да я не услышал, я проснулась. Ну, досыпай снова. Я не усну сейчас. Я тебя усыплю сейчас. Ну, давай. Сейчас я тебя усыплю. Вот смотри на камень на верёвочке. Я не буду на твой камень из почки смотреть. Я так вообще не усну. Я тебя так усыплю. Да я не усну, я тебе говорю. Значит, и сейчас о главном. Давай. В Москве минус три, в Казани плюс два, в Екатеринбурге дождь. Уснула? Да. Чё видишь? Вижу здание администрации, двери позолоченные. Я, значит, подхожу, кланяюсь. Двери открываются, я захожу, руки целую, кланяюсь. Вот дальше встаю на колени, дальше иду на корячках. Чё ты мне ерунду какую-то рассказываешь? Я была в администрации, там не так. Там сразу на корячках надо идти, иначе дверь не откроют. Вот ползу, значит, на корячках по коридору. Вот он, вот он, этот человек, который говорил про надбавку. Уважаемый сударь, милостливый, скажите, пожалуйста, к другу целую, кланяюсь снова, скажите размер надбавки. Ну, что? Господи. Сказал размер надбавки? Нет, он показал. Что показал? Покажи. Я не могу, у меня артрит. У меня этот палец не разгибается. Лучше б я тебя насовсем усупила. Чё ты такой несёшь-то? Больше было бы толку. Чё ты несёшь-то такой? Ты вообще знаешь, зачем пожилые люди спать ложатся? Конечно, знаю. Ну? Чтоб у них силы были на целый день в собесе орать и в очереди бороться. Вот и нет. Мы ложимся, чтобы есть не хотелось. Вот. И чем больше пожилой человек спит, тем он больше экономит ресурсов для своей страны. Так что, Нюрочка, давай помогать тем, чем это у нас лучше всего получается. Давай спать. А друга моя. Том, а ты чё там делаешь во сне? Ничего. Тебе это снится? Ты не снится, ты жрёшь чё-то во сне там? Это сон. Это не сон, шоколадка моя. Я её покупала себе на похороны. А сон это? Хватит жена. А сон, шоколадка моя. Ау! Откуда дым? Ау! Я же... Давай теперь с ним. Ты чё надо-то мне? Чего надо? Надо, чтоб ты слова знал. А я не знаю? Нет, ты не знаешь. А чё я говорю? Ты говоришь, ты говоришь, погоди, погоди, ты что мне зубы закомнил? Да, понял. Кто? У этой блуды ещё какая-то система есть? Подожди, чё ты мне зубы заговариваешь вообще, не понял? Чё? Сейчас ты забыл? Нет! Давай ещё раз. Хорошо, я подскажу тебе, глупость. Ты говоришь, что ты мне зубы заговариваешь? Почему это ты мою девушку? А, понял, всё. Не надо благодарности. Давай, сёртв, для глупышей, блин. Что? У этой блуды ещё какая-то система есть? Здравствуйте. Добрый день или вечер? Скажите, а здесь проходит кастинг? Да. Фамилия ваша? Фамилия? Да. Давайте, извините, пожалуйста, давайте начнём сначала. Номер у нас фон вылетел. Соня, куда? Сейчас уже вернулся. Начнём сначала, пожалуйста. Это шум в ушах. Ну, по-ну, выходи сюда. Да, пожалуйста. Голоса, голоса. Это важно. Музыка. А, это если по упрощёнке. Хорошие деньги. Я самозанятый. Я Юрик. Очень приятно, Вася. Вот, слушай. Ты чё без стука вошла? А куда стучать-то? Что ведь в дырку стучило? Да, вон там дыра, там все ходят. Украли там всё. Я думаю, почему сквозить-то? Дверей нету, вон. Надо же, а. Вот. Надо заколотить дырку. Да. А мне, знаешь, какой кошмар причудился? Как будто бы до 120 лет повысили. Я ничего не понимаю, что ты хочешь сказать? Значит, смотри, мне, короче, вот такой кошмар причудился. Как будто подняли до 120 лет. Чё ты несёшь? Чё чудится? Да, я же не смогу сформулировать даже. Мозг достатческий, высох. Мозг отъявил. Хочу сказать, до 120 рублей я говорю, достатческий. Давай пропустим её. Нет, нет, давай я скажу, Черный. У меня, знаешь, какой кошмар? Можно пропустить, там ещё много. У меня, знаешь, какой кошмар? Может, следующий получится. Ну, бываешь, не выходит. Тебе 86 лет, ничего у тебя не получится. Чё там? Понятно, сдвигли, немножко. Я, по-моему, микрофон не работает. Так у тебя и с микрофоном такая же. Где копать? Есть про кто вокзаля? Это не мотор. Есть сигнал? Есть сигнал. Всё, есть сигнал. Работало. Откуда дым? Где же? Давай не перечисли. Нет, там реально... Нет, там реально... Жень, выйди, там кипяток на меня тоже. Он кипятком. У меня сейчас действительно... Аккумулятор сел. На пол шестого, извините. О, ребят. Всё. Теперь вы должны меня... Как-то удовлетворять до конца жизни вообще. Всё, придумаю эту хреновину вообще. Так, подожди, давай так глубоко не засовываю вообще. Причём, сам это приеду домой с ожогом. И как я жене объясню, что это производственная травма. Я, по-честному, думал, дотерплю. Но там вообще... Так. Чё там ковыряешься с ним? Не, 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 не... Аккумулятор сел. Аккумулятор сел. Продолжение следует...